Борис Собранович, добрый вечер. Добрый вечер. Мы в Лондоне, в вашем кабинете. Я посмотрел внимательно фотографии, которые у вас за вашим рабочим креслом. Мы о них еще поговорим. Когда я был маленький, я помню, у меня была книжка стихотворение о Ленине. Там были такие слова. «Хочется без конца думать о беличе, будто рука отца вновь на твоем плече». Вы часто думаете о Путине? Ну да, достаточно часто думаю о Путине. Особенно последние 12 лет. Собственно, с того момента, как Путин стал исполнять обязанности премьер-министра, потом премьер-министра, потом исполнять обязанности президента, потом стал президент, потом перестал быть президент, но остался национальным лидером, как пытаются объяснить в России. А по существу недавно признался, что вместе с Медведем он фальсифицировал власть. То есть Медведев дурил как картонный, оправдал, вот Путин просто подтверждал, что был дурил как картонный, то сказал Шендерович. Поэтому, конечно, о Медведеве я не думаю, а о Путине думаю достаточно много, потому что последние 12 лет его судьба и судьба России слились. И ваша судьба? И моя судьба. Вы сожалеете сейчас о том, что своими руками сделали Путина? Ну, вы знаете, это очень такое распространенное мнение, что я сделал Путина своими руками. Все же нужно рассматривать в историческом контексте, в контексте времени. По существу мы подошли к той ситуации, когда был выбор между Путиным и Примаковым. И я и сегодня сделал бы выбор в пользу Путина, а не Примаковым. Примаков вам не нравился? Дело не в том, что, вот вы поймите, у меня вообще нет. Когда мы говорим о политике, то слово нравится, не нравится, это такие категории нерациональные, можно сказать. А политика сугубо дело рациональное. Поскольку, грубо говоря, там правильно оперируют законы больших чисел. Потому что политика – это история общества, развития, деградации. А общество, как правило, это миллионы людей. Поэтому там нужно применять другие идеи, для того, чтобы понимать, что такое хорошо и что такое плохо. И эта идея сугубо рациональная. Поэтому, что касается моего выбора, то это было в то время и в том месте в России. Да, я участвовал в принятии решений, я дал свои советы, рекомендации. И к ним прислушался и Борису Николаевичу, и его ближайшее окружение. И абсолютно сегодня могу подтвердить, что я считал, что Путин – преемник Ельцина. Он приходил к власти как преемник. Преемник означает, что он будет последователен в том, что делал Ельцин, будет продолжать тот вектор развития России, который был определен Ельцином и Горбачевым, безусловно. Но без тех ошибок, которые свойственны любому детскому возрасту и периоду становления, в данном случае, новой совершенно России. Да, Ельцин сделал много ошибок, Горбачев сделал много ошибок. Да, все сделали много ошибок. И, в общем, я думаю, что в то время трудно было избежать большинства из них. Хотя были сделаны трагические ошибки. В том числе. И вот мое понимание было, что приходя как преемник, молодой, энергичный Путин, он продолжит этот вектор. Это как необходимое условие, как достаточное условие. Не будет делать вот те ошибки, которые сделал... Кагибистское прошлое Путина вас не смущало? Вы тогда не понимали этого? Вы знаете, я, к сожалению, вот здесь... И, в общем, это и есть самая главная моя личная проблема, которая оказалась не только моей личной проблемой, а проблемой миллионов людей. То, что я плохо разбираюсь в людях, плохо разбираюсь в их характерах. И я считал, что... Мы вышли, грубо говоря, из СССР. И мы все homo советicus, в определении Зиновьева. И да, конечно, это меня смущало, безусловно. А вот чем это отличается от того, что был членом Компартии, а не был членом Компартии? Очень отличается. Это мы с вами поговорим. Все равно, это же боевой отряд, да? КГБ — это боевой отряд. То есть, все равно они, если выполняли преступные приказы, то эти преступные приказы приходили от коммунистов, да? То есть, от Центрального комитета, от их лидеров, да? Поэтому, конечно, можно говорить об отличии, потому что они палачи, а те заказчики, да, были, вот, ну, грубо говоря, да? Вот их различия. Я не знаю, когда судят, кого, кто больше отвечает, палачи или заказчик, убийца или тот, кто заказал, да? Вот в этом смысле стоял вообще тяжелейший вопрос о том, вот, например, иллюстрации на профессии, да? Вы знаете, Ельцин очень мучительно решал вопрос о запрете Компартии, о суде, о подобном нелюбежном процессе. То, что в Восточной Европе очень легко решили, правда? Что в Восточной... Ну, я бы не сказал, что легко. С огромными проблемами все этот вопрос решали. Это такое тяжелое наследие для всех, да? Но, тем не менее, все-таки, если возвращаться к вопросу, который вы задали, чувствую ли я свою ответственность, жалею я, ну, с одной стороны, знаете, не жалея содеянным, да? А с другой стороны, конечно, я ответственность чувствую огромную и вину, да? И вину. И я, безусловно, в ответе за это. И, конечно, я могу составляться на то, что в 2004 году, когда я уже 5 лет, 4 года говорил о том, какой Путин плохой, тем не менее, там, 80% 70% населения России тоже проголосовало за Путина. Абсолютно искренне, да? И что, вот, у них нет никакой вины? Да, конечно, есть вина. Вообще, я считаю, что это самая принципиальная проблема для того, чтобы рассуждать о будущем России, вообще думать о будущем России, это покаяние. Неизбежность покаяния всех. А что с них возьмешь, с этих 70-80%? Ничего. Вы знаете, я совершенно с вами не согласен. Я совершенно не согласен, поскольку я действительно считаю, что такая банальная история, как народ заслуживает то правительство, которое у нее есть. Конечно. Это правда, да? Конечно. И, конечно, когда вы говорите, а что с них возьмешь, и задачи как раз политических лидеров, идеологов, тех, кто думает о будущем страны, состоит в том, чтобы все граждане стали ответственны. Все граждане стали ответственны за то, что они делают. И вот здесь я просто вам хочу привести одну историю из личной жизни, которая, ну, так, поскольку у меня было много времени, чтобы вспоминать, что было раньше, вообще, как это все произошло, как я вообще здесь очутился, да? И я попытался проанализировать для себя, а вот почему у меня такой взгляд на мир, да, вот такой, да? Вот почему я вот действительно считаю, что саморазвитие общества значительно эффективнее, чем управляемое общество, да? Почему вертикаль власти порочна вообще сама по себе по сравнению с свободным волеизъявлением, с эффективностью гражданских институтов и так далее? Вот откуда это во мне лично взялось, да? Вот почему вот я такой, да? Что у меня папа был диссидентом, он не был диссидентом, он был инженером, да? Вот у Жириновского юристом было, а у меня был инженером папа, да? Мать у меня была медсестрой, да? И они не были политизированы, ну да, отец слушал там по вечерам, как миллионы советских людей, вот так вот приложив ухо к приемнику, голос Америки, да? И я слушал, он меня как бы вот с папой сидел рядом, да? И мы с ним обсуждали даже, и все. Другое дело, все время было очень мало, он работал очень много, в то время все работали очень много, да, и тяжело. И вот я все-таки подумал, откуда вот, вот был какой-нибудь переломный момент, или вот все-таки это так постепенно, и вдруг я въехал в вот эту ситуацию, да? Занимаясь математикой вдруг. И я понял, что был такой момент в моей жизни, момент абсолютно принципиальный, да? И случилась эта история в то время, когда в Москве проходила первая со времен Холодной войны выставка Соединенных Штатов Америки, называлась она Research and Development. В Хамеровском центре, небось? По-моему, она проходила в Сокольниках, у меня такое впечатление, да? И Хамеровский центр тогда еще и не было, должен заметить. Это было самое начало, самое начало оттепели, да? И, по-моему, уж не помню, конец 50-х. Нет, начало, начало 60-64, может быть, что-то в этом роде. И мой приятель, который до сих пор сказал, жив-здоров, жив-здоров, живет в Израиле сейчас со своей женой, вполне русской, кстати. Он работал переводчиком на этой выставке, поскольку закончил Ильяс. И вдруг вечером дает звонок от него, и он говорит, послушай, у меня сегодня будут гости очень необычные. А, кстати, это был моим приятелем, несмотря на то, что он женился на девушек, которую я любил в классе. Вот. И он говорит, послушай, у меня будут гости, у нас будут необычные, очень интересные гости, мы тебя приглашаем. Обычно московская двухкомпортная квартира на прослете Вернадского. И я даже не спросил, кто бы что будет. Прихожу, а там почти в полном составе журналисты «Голоса Америки». Из Вашингтона. Которые, да, которые поехали вот на эту выставку. Я, честно сказать, до сих пор не знаю, где базируется «Голос Америки», хед офис. Они же говорили. Говорит «Голос Америки» из Вашингтона. Да, говорит «Голос Америки». Ну, понятно, почему, потому что столица и так далее. И вот эти самые люди, которых я слушал годами, легендарные для меня. Григорович Барский, ну, куру такой вот антисоветчины, да, если по-моему. Матерый антисоветчин. Тамара Домбровская, да. И вот они, вот, вот. И у нас был долгий-долгий разговор, всю ночь практически. И меня в этом разговоре поразило несколько вещей, но две особенно, которые вот врезались мне в мое сознание и изменили. Первое – это то, что оказывается эти люди, которые вот агитируют против советской власти, дружно борются с правительством Соединенных Штатов Америки против войны в Вьетнаме. Вот они ярые противники войны в Вьетнаме. И я как-то, ну, с одной стороны, как это так? Вот они все-все-все поливают нас грязью, ну, вот как пишут официальные наши пропаганды, и что я знаю, не так, потому что я слушаю голос Америки, да. А с другой стороны, они борются со своим правительством. Как им правительство доверяет антиамериканцам, да, по существу, да, как бы у нас назвали, антисоветчики, да, идеологическую борьбу с их противником, да. Это первый, ну, такой, я не понимаю, как это может быть. А второй, конечно, еще более существенно. И в связи с тем, что они борются против этой войны, они выходят на площади и улицы Соединенных Штатов Америки, чтобы выразить свое несогласие и протест. И что самое интересное, что каждый из них, вот каждый из них, уверен, что именно он добьется окончания войны в Вьетнаме. А без него это не случится. Вот он лично, он лично отвечает за то, чтобы это остановить. Это вот реально я... Переворот, правда? Это реальный переворот был. Вот у меня в голове вот все как бы перемешалось. Ну, первое я еще, ладно, как-то, ну, нелогично, ну, хорошо, но Америка свободная все-таки, там, не арестовывают за то, что они борются против войны в Вьетнаме. А даже доверили идеологический фронт им, да. А вот то, что они верят, что именно он решит этот вопрос, и без него он не решится, это, конечно, было потрясающе. И тогда, и, может быть, вот с того момента я, ну, практически, почти никогда в жизни делал то, что могут делать другие, лучше меня. И делал только то, что я считал, я делаю лучше других. Не то, что на всем земном шаре, а вот в данном времени, в данный момент, да. В данном месте, в данный момент. И поэтому я действительно считаю, что это и есть главная цель любого правительства, любого государства. Воспитать гражданина так, чтобы он понимал свою личную ответственность за все, что происходит на политическом уровне в стране. И тогда у него не будет претензий ни к Путину, ни к Медведеву, ни к Брежневу, да, в прежнее время. У него всегда будут претензии к самому себе. А более того, поскольку Россия православная страна, да, в основной своей массе, то это и есть единственный правильный путь моральный. Ты не можешь вообще никого ни в чему обвинять, кроме самого себя. За все отвечаешь ты сам. Ты виноват всегда сам, если что-то с твоей точки зрения не так. За то, что выбрал не тех друзей, за то, что проголосовал не за тех правителей, за то, что не вышел на площадь, побоялся за свою семью, например, да, а потом получилось еще хуже для твоей семьи. То есть, я еще раз говорю, вот это как бы для меня явилось поворотным, как я, я просто очень долго на эту тему не понимал даже, вот не понимал, откуда это, а потом, да, а потом, когда стал все-таки задумываться, вот почему, да, вот почему я лезу на рожон, почему я вдруг один готов идти против всех, причем совершенно понимая, что я прав, и меня, я совершенно как бы нормальный, я могу высушить аргументы, меня можно переубедить, если это логично аргументировано, и вот я считаю, вот это главная проблема, которая существует в России столетия, и которая сейчас постепенно, медленно, но тем не менее, неопрогима, я вообще всегда был оптимист, я генетический оптимист, а что касается России, то можете прочитать мое интервью, вот за последние там 10-12 лет, я никогда не сомневался, что Путину век короткий, никогда не сомневался, его режим век короткий, я вот специально перед нашей встречей пересмотрел статьи там свои 2000 года, 2003, 2004, и я вообще не претендую на первенство, потому что я уже много раз говорил, что в политике, в отличие от науки, вот в науке кто первый, кто герой, тот, кто первым, сделал открытие, а в политике совершенно не так, в политике первый тот, кого первым услышали, ну и что я, что с 2000 года говорил, что Путин плохой, что Путин убийца, что Путин кровавый преступник, ну и кто это слышал, да, но вот здесь, правда, у меня была возможность говорить это открыто, поэтому здесь все-таки услышали. Убийца и кровавый преступник. Безусловно, это я отвечаю за слова, и можем за это, к этой теме вернуться, да, вот ровно так, да, а когда Навальный сказал партии жуликов и воров, и вот он главный вор и жулик, ее услышали, он хороший политик, он сказал это вовремя, да, а что он первый сказал, что Путин жулик и вор, а партия у них воровская, да, малина, да, да, конечно нет, и поэтому, поэтому очень важно понимать, что то, что сказал Никола Макиавелли, политика искусства возможна, да, вот возможно, вот прочувствовать именно этот момент, а я все время бежал впереди паровоза, впереди волны, да, и мы, конечно, никто не слышал, а сейчас у меня такое впечатление, что волна меня догнала почти, да, вот сам говорил, чтобы не накрыл, Друзья, хочу пригласить вас на мои творческие встречи, которые состоятся в крупнейших городах Соединенных Штатов Америки. За все время полномасштабной агрессии России против моей страны я ни разу не покидал территорию Украины, и вот теперь лечу в Соединенные Штаты для того, чтобы встретиться с вами. Не секрет, что у меня есть совместная программа с Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины, в рамках которой я приобретаю дроны DJI Mavic 3 Flymore Combo для наших вооруженных сил. На сегодняшний день войска я передал уже 65 таких дронов, и, конечно же, я хочу вернуться из США с еще большим количеством дронов для нашей армии. Мои выступления состоятся 26 октября в Сиэтле, 27 октября в Сан-Франциско, 28 октября в Лос-Анджелесе, 1 ноября в Майами, 2 ноября в Вашингтоне, 3 ноября в Филадельфии, 4 ноября в Нью-Йорке, и, наконец, 5 ноября в Чикаго. Обещаю, мы поговорим обо всем. Я отвечу на все ваши вопросы. До скорой встречи, друзья! Возвращаясь к вопросу об ответственности. Кто первый произнес фамилию Путин при определении возможного преемника? Кто завел первый Путина в кабинет к Борису Николаевичу Ельцину? Ну, кто завел первым, это понятно. Это Юмашев, да? Юмашев. Ну, конечно. С чьей подачи? А вот это интересный вопрос. Я думаю, что эта идея, в том числе ваш покорный слуга, об этом говорил. Я уж не знаю, первый или второй, или третий, но эта идея настолько овладела массами вокруг президента Ельцина, небольшой массой, что очень быстро она превратилась в действие. А что не было другой кандидатуры? Никакой? А я вам скажу, так беден вы был вообще. На самом деле, я с вами не согласен, что беден. На самом деле, было просто целое, целые смотрины были. Кто приходил? Постой, поскольку стало ясно, вот так тоже небольшой группе товарищей, что тот, кто будет премьер-министром, того и проще всего сделать преемником, потому что Россия устроена, ну, в общем, все-таки рабская страна. Очень просто. Ну, не просто. Это означает, что кресло очень важно. И смотрите, давайте сейчас вернемся к этому финалу, когда Путин, Ельцин, когда Путин, когда проголосовали за единство, а потом за Путина, как за президента. Ведь его предложил нелюбимый, а многим ненавидимый в народе, Ельцин. Это был главный аргумент оппонентов Ельцина. То как может быть преемник Ельцина, если его преемник должен быть замен Ельцин? И тем самым замазать, замарать и убить. Эти люди, эти, так скажем, политики, не понимали очень важные вещи. Это не имеет значения, какой Ельцин. Важно, что он президент Российской Федерации. Вот в тот... Вы смотрите, даже до последнего момента, вот смотрите, вот если в 24 сентября прошедшего года, 11-го года, Путин не совершил трагической ошибки и не сказал, а вот теперь мы ракернемся. Медведева бы на ура еще раз избрали. Вы думаете? Никаких вариантов. Просто никаких вариантов. Он допустил две ошибки. Во-первых, все-таки он поднадоел и поднадоел не потому, что он устал его видеть по телевизору, а потому что ничего нового он не предлагает. Вот с этим все уже прожили. Да вот вначале это казалось такое передовое, такое новое. Олигархов выгоним этих, порвем на части. Америка враг там и так далее. Мочить сортири. Мочить сортири. Все это проходило. А? Ну, сразу слышно мочить сортири. Пыль будете глотать. Отрежем так, что не вырастет. Дубиной по голове. ту мач. Да? Ну, многовато. Ну, надоело это. Выучили все это азбуку уже, да? И поэтому, конечно же, его бы авторитета Путина хватило, если бы он сказал, одержим Дмитрий Анатольевич еще раз. И хотя Дмитрий Анатольевич, как сказал Вернан Шендерович, дурилка картонная, да? Ну, вообще никто. Можем отдельно поговорить. Я вам скажу свое понимание о медведи, которое сформулировал очень скоро после того, как он стал президентом. Но, вот само святое место главы государства царственное практически в России до сих пор позволяло Путину легко обеспечить нужного ему преемника на следующий срок. Медведева или Иванова еще лучше никому неизвестного, да? Или Рабиновича даже, да? Или Абрамовича даже, да? Точно оригинально, да? Нет, просто я вам говорю, да? Или кони свою собаку, да? Ну, в прямом смысле, да? И, безусловно, это бы прошло, прошло, да? Но когда он, вот, надоевший уже, да, уже устали, да еще потом сказали они, ребята, да? Пацаны, да? Путин и Медведев. Вы знаете, ребят, вы что удивляетесь, мы 4 года тому назад все так уже и решили. Это вообще. Вы что, сумасшедшие что ли? То есть он сказал, вы, мало того, что вы идиоты, мы просто наперсточники, мы стоим, пацаны вот такие перед вами, мы наперсточники и проглотите нас, как наперсточников, потому что вы кто? Вы пыль. А вот это уже было. Пыль возбудилась. Да. Ну, поднялась, да? Поднялась. Вы знаете, не видно, что она, не видим, там что-то происходит с ними, какая-то трансформация неорганических веществ, органические, да? Пыль становится какой-то... Нет, я имею в виду биологической массы, и более того, они сознательной массы, да? Кто, кроме Путина, был в обойме кандидатов тогда, в ту пору? Ну, вы же помните, это же была чехарда, Чемер Митин ушел, да? Потом стал Кириенко, да? И он уже ходил почти президентом. Ну, Кириенко не учился. Кириенко котировался на президента? Я еще раз расскажу. Любой кто садился в кресло, а это был уже 98-й год, по-моему, да? Кириенко когда стал премьер-министром, да? Чернобырин ушел, когда Чернобырин ушел, в 97-й или 98-й год я был. Кириенко стал. Дефолт Кириенко был. Дефолт, да, и он оказался такой, такой, никакой. Но с таким лицом президентом России не становится. Не имеет значения. Вот поверьте мне, я говорю, Кони тоже могла бы быть президентом России, да? Так вот, а лицо у нее приятнее, конечно, чем у Кириенко. Вот, но дальше стал Степашин. Степашин, ну, никакой. Нет, я не согласен. Умный, образованный, но... Без харизмы. Нет, не в харизме даже дело. А что вы думаете, у Путина была харизма, что кто-нибудь видел харизму? Харизму потом он, наверное, вот нарисовал, да? он просто метался. Он мягкий слишком, да? Он стал бегать к Чубайсу, к Примакову, к Зюганову, к Лужкову. И наше, и все. И у меня с ним была встреча, я сказал, определись, Сережа, не надо, Ельцин вот есть, зачем к Лужкову бегать? Да, сейчас вот станешь президентом, потом сам будешь решать, кого будешь выбирать там, да? И, собственно, это и было причиной, тем более, что он, например, очень любил Чубайса, да? И тоже был разговор, сказали, ну, ты ходи тогда к одному Чубайсу. И нормально, это нормальная история, потому что Чубайс и Ельцин близнецы-братья, да? Вот, то есть, ну, они близки были друг другу, Ельцин очень доверял Чубайсу, очень. И, в общем-то, в огромной степени был прав. Правда, если бы нужно, что потом, когда трансформация с Чубайсом произошла, я думаю, что он сейчас переворачивается там в гробу. Какая история? Трансформация, сказал Чубайс, да? Вот. И, а потом вот появился Путин, да? А потом появился Путин, который ни к кому не бегал, не суетился совсем. Смотрите. вообще вот абсолютно, вот абсолютно командно, да? Абсолютно проельцинский. Прогнозируемо. Ну, вообще, он просто, он просто сказал, что я должен делать, когда он согласился, что он пойдет. Кто ему говорил, что он должен делать? Ну, говорил команда. Команда? Сколько человек? Я думаю, что идеологически не больше пяти, шести человек. Кто входил в эту пятерку шести? Валя Румашев, Татьяна Тиченко, Волошин, Саша, Игорь Шовдорасулов, который возглавлял предвыборный штаб по существу, да? Единство, да? Ну, и ваш покорный слуга. Хороший круг. Умные люди. Сейчас я просто подумаю, кто ты еще был в тот момент. Я не, я не припоминаю. То есть он четко играл по фразе? Сурков. 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 Тогда уже? Да. То есть он четко играл по правилам? Абсолютно. Никаких? И не преподавал на то, что он лучше всех знает, как проводить предвыборную кампанию президента. Ни шага влево, вправо? Нет, абсолютно. Скажите, Путин умница, на ваш взгляд? Я уверен, что он очень ограниченный человек. Если бы он был умница, он бы никогда не построил себе виселицу, то, что он сделал, да? И последовательно продолжает уже теперь табуретку ставить, да? И веревку уже сам намыливает, да? То есть, Путин, как очень многие сотрудники ГГБ, он не креативный. Это же, то, что мы с вами вначале сказали, это боевой отряд коммунистической партии, да? То есть думать особенно не надо. Но не на то готовили? Конечно. Это абсолютно верно. А он, и более того, ведь вопрос не то, что на то готовили, а на что человек сам, какой выбор он сам сделал? Вот человек решил идти в милиционеры, да? А другой решил пойти на физфак или на Мехмат. Это же уже в детстве вырос, почему так ты сам себя оцениваешь? Подходы? Это сама, я помню, есть, по-моему, до сих пор жив, слава богу, академик Емельянов, Станислав Васильевич, был в свое время заместительным директором моего института. Светлейшая личность и светлейшая голова. И он создал кафедру в институте Стали и Спауов. На автор учебников, по-моему, да? У многих. Кафедры в институте Стали и Спауов, кафедры прикладной математики, что-то в кибернетике, вот тогда стало это модно. Я имею в виду, модно в кибернетике стало в математике, и до этого было модно. И он выработал для себя систему подбора студентов вот себе на кафедру. Он брал себя на кафедру без экзаменов те, кто не дотянули по баллам на физфак, на мехмат, на физтех. То есть, понятно было, очень много тех, кто не проходил процентный барьер по национальному признаку. Я имею в виду, не только евреев, но... Так он развел себя низкое гнездо у себя? Ну, нет, не развел, его никогда в этом не обвиняли, он мудрый человек. Я к тому, что вот критерий не какую оценку ты получишь на знание, а как ты сам себя оценил. Не может человек, который с низкой самооценкой, ослевленный, как правило, конечно, есть те, кто себя переоценивает, есть кто-нибудь, будем считать, что в среднем люди более-менее адекватно себя оценивают. Пойти на мехмат или на физфак. Раз пошел, ну, не получилось по каким-то причинам. Может, действительно, знаний не хватило, может быть, что-то еще не так. И он их брал без экзамена. Он создал один из самых мощных факультетов. Поэтому, конечно, то, что Путин сам принял решение идти в КГБ, сам лично по зову никто же не звал, никто не тянул. Нет, есть были такие, которые тянули, я знаю, у нас в институте, например, тянули выдающихся, в некотором смысле. Ведь, на самом деле, система-то была интеллектуальная, в отличие от того, что происходит сейчас. Лучших брали. Ну, пока не приглашали. А то, что лучшие работали на систему, это уж факт. Если внутри системы, то просто снаружи приказывали. И, конечно, это его собственный выбор. И, в этом смысле, его, с одной стороны, выбор, с другой стороны, хорошо известно, что ученик-то, он был, в общем, плохой, да, и так далее, и так далее. Но еще раз я говорю, очень часто президентами становятся, или лидерами нации, становятся не те, кто отличники в школе или в институте, да, а именно идейные, убежденные, волевые, да. Вот я все время сказал, что воля – это убежденность, превращенная в действие, да. и вот мне именно это качество импонировало в Путине, да. Я не говорю о личном опыте, о котором я много раз говорил, что он повел себя в некоторых христианских ситуациях, вот лично со мной. Когда приехал, да, к вам? Не только, когда приехал на день рождения моей жены, когда я с Примаковым был в войне, когда он поддержал Собчака и не отказался от него, да, для меня это были такие, ну, для меня лично были важные, важные истории. И поэтому мне казалось, ну, да, хорошо, у меня нет опыта, хорошо, что он, ну, даже вот, ну, КГБшник, да, ну, конечно, это я, еще раз говорю, не прав, да, такая порода особенная, но я так не думал. Ну, парень хороший, а может другой, не хороший, не в этом дело. Вот, понимаете, вот вы сейчас говорите, то, что говорили многие, что вот Березовского, да, вот в том смысле, что Березовский рассчитывал, что он в момент себе нефти получит еще и Газпром, да, еще и вообще оставшуюся практически часть Российской Федерации, да, богатство ее. Да, конечно же, эта история, в общем, конспирологическая, да, а на самом деле, уж если даже, если рационально мыслить, только не о политике, не о России, а просто, вот просто, допустим, я только бизнесмен, всего есть столько уже, что нужно просто защитить, да, вот просто, просто защитить то, что есть. Конечно. Поэтому никогда речь с Путиным, а что нужно защитить? Создать устойчивую политическую систему, да. Чтобы не отобрали. Пусть я пошел в Чечню, вот это же мое решение было, пойти заниматься Чечнёй. Офигительная история, да, вот там рассказывается, нефтепровод пошел я воровать, да, там вот как Ходорковский, да, нефть там из нефтепровода откачивать, да, да, конечно нет, потому что на самом деле в тот момент, после выборов президентских, да, у меня были компании, которыми я владел, «Семнефт», там большая компания, там еще ряд компаний, ОРТ, там и так далее, и можно зарабатывать на компании двумя способами, на кэшфлоу, да, или на прибыли, да, а можно зарабатывать на капитализации, и заработать на капитализации несоизмеримо выше, конечно, если особенно страна развивающаяся, да, динамично развивающаяся. И поэтому, конечно, главное, что мне представлялось важным для бизнеса, для России в целом, для, 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 это стабилизация, стабильность, да, вот, а какая самая точка дестабилизации была? Чечня в то время. Конечно. И поэтому, там, проведя много-много лет, я 30 лет ездил на Кавказ, конечно, там, понимал много, да, про это, и, конечно, я, это выбор был совершенно сознательный, да, вот, пойти заниматься Чечной, да, закроем, капитализация страны сразу повысится. Не страшно, кстати, было в Чечню идти? Вы знаете, на самом деле, это хороший вопрос, но только, но только, я, в 94-м году, вот, с этой, с этой историей, которая называется страх, да, ну, расстался навсегда. А после того, поскольку меня, как, может быть, эти истории, я напомню, в 94-м году у меня было покушение. Я помню. И погиб мой водитель, да, который сидел, просто в 15 сантиметрах мне, у него оторвал голову. На ваших глазах? Ну, я этого не видел, естественно, потому что это происходит, это шок же, да, это мгновенно взорвался рядом автомобиль с управляемой, с противотанковой гранатой. Миной, наверное, нет? Я, честно сказать, даже вот не помню сейчас, да, тепловой. И была, температура повысилась очень, я начал гореть. И, ну, как-то соображал мгновенно, ну, такой шок, естественно, был, и я думал только, вот, остаться в машине, сгореть наверняка, выйду, сейчас стрелять будут, да. Ну, и все-таки, и мой водитель, в общем, сам умер, а меня спас, потому что он забыл в очередной раз закрыть дверь на замок, и поэтому я просто открыл дверь и вышел, да. Вот, и тогда, когда вот все со мной случилось, во-первых, необычайное состояние, вот необычайное, вы знаете, это состояние, как будто, вот, не то, что вновь родился, и вот, ну, как, ничего не знаешь, там, это такой чистоты, это вот, вот все, что было раньше, ничто, все проблемы, ничто, это просто воздушное вот состояние, да, потрясающее, как будто вот все обязательства, вся тяжелая уже жизнь, уже на годы, все позади, больше ничего не осталось, вот, начинается новая совершенно жизнь, с опытом, который был, да, это потрясающее состояние. И Чечня уже не пугала? Нет, и я тогда, тогда был выбор, вот, новая жизнь, она еще начинается с того, что я теперь все в уголочек, на остров, да, и забыли все, или наоборот, тебе дали, подарили, подарил он, он подарил еще одну жизнь, да, ну, такая вот тебе судьба, такая карта выпала, да, ну, тут, когда говоришь о нем, то трудно про карту говорить, ну, неважно, такая вот судьба выпала, и вот, как что-то произошло, я не говорю, что я там, я ничего не боюсь, например, да, я бы не хотел, чтобы меня пытали, да, а вот смерти, как таковой, вот, желательно мгновенный, да, это как-то своей жене говорю, послушай, я что-то все неважно чувствую, она говорит, что такое, сердце что-то дает, она говорит, послушай, Боря, не парься, тебя либо убьют, либо у тебя будет сердечный, сердечный приступ мгновенный, умрешь в одну секунду, поэтому не парься, обнадеживайся, вот, и, и, и вот это, и вот это, видимо, как повлияло, да, я действительно, ну, конечно, вот даже назад, оглядываясь, там, действительно же гибли люди, там, мы с Иваном Петровичем ездили по ночной Чечне в Жигулях, с Рыбкиным, с Рыбкиным, да, в Жигулях, в Жигулях, да, вот так встречали нас там в Жигулях, мы с ним ездили, через эти блокпосты, там, как, что-то стрельба, это, ну, вот ни разу не возникло, вот это чувство, знаете, страха, да, даже когда, я помню, тогда я ездил освобождать наших ОМОНовцев, по заданию Бориса Николаевича, да, который, ну, в общем, захватил Радуев, захватил, 21 пензенский ОМОНовец, я поехал на эту встречу и взял с собой помощника, одного, да, и, я помню, мы летели на вертолете, вот это Ми-8, вот там было, может быть, страшно, потому что это просто бочка, это бочка просто с горючим, да, ну, ладно, и военные наши ничего не додумывались, как после договоренности с Радуевым посадили этот вертолет не в Чечне, и когда я спросил, почему, они говорят, потому что, вы знаете, все-таки опасно, я говорю, мы сумасшедшие, мы с ними договорились, так нельзя, ну, ладно, прилетели в Чечне, и вот я приехал к Радуеву, мы с ним вдвоем вели переговоры, освободили всех ОМОНовцев наших, он освободил. За деньги? Ни одной копейки, но был один эпизод, он мне сначала дал 10 человек, а 11 мы договорили взаимный обмен, и подписали протокол по этому поводу, ну, наши условия были, что там не должно быть особо тяжких, да, убийц, там, так далее, террористов, среди тех, кого мы отдаем, и, а он все время, во время переговоров, все время смотрел мне на часы, на мои часы, на мои часы, сейчас я вам скажу, на мои часы, а у меня тогда были, я тогда еще, вот как первые часы я купил, когда стал, разбогател, да, и что мы тогда покупали, до первых часах? Часы? Купил Патек Филипп, вот такой, значит, золотой, Патек Филипп, значит, луковица такая, очень похожая на часы моего папы, но они были тогда, Мюллер была фирма, царская, это тот же самый по-видимому Мюллер, который сейчас, но форма у них была похожая, вот у Патека Филиппа, и тогда он переживал период, первоначальное накопление капитала, и поэтому весь капитал показывали, вот так, как он, вот, и он смотрел, и когда мы закончили с ним переговоры, я ему сказал, спасибо, большое тебе, и я тебе настолько признательна, и снимаю часы, и даю ему часы, он говорит, ты мне? Я говорю, да тебе. Он говорит, за что? Я говорю, ну, за то, что ты вот. Парень такой нормальный. Нет, он на самом деле совсем не глупый человек был, просто не должно быть никаких иллюзий, и не сумасшедший, да, вот по телевизору он оказался сумасшедшим всегда, а когда вот я с ним встретился и говорил, просто удивился, реально, совершенно разумный, вот абсолютно, да. Он спросил, за что? Да, я говорю, взвод за то, что ты мудро поступил, и правильно я считаю, что ты отпускаешь этих людей, а вот это 11, мы с тобой, он так сказал, ты знаешь, а я говорю, все 11 отдам. Вот честно сказать, это может и как угодно, я очень плохой психолог, я очень плохо понимаю людей, но как-то это было интуитивно, мне казалось, что это именно то, что вот может еще его, вы понимаете, ведь чеченцы очень мощный народ, очень волевой народ, и вот то, что происходит, когда их пытаются нагнуть, наклонить, вот так как это делается, они что, нагнулись, и что в результате, а в результате нагнули Москву, да. Так они никогда не гнулись. Нет. То есть, на словах, да, вот сказали, Володя, что хочешь, ты брат, ты вообще бог наш, да, но только теперь мы сами будем заниматься, решать вопрос, сколько ты нам должен, да, и где мы это возьмем. Вот. И, и он отдал всех, да. Интересная история с этими часами произошла дальше, как-нибудь в следующий раз, они вернулись ко мне, через много лет. Расскажите, это интересно. Это такая мистическая история. Где-то год-два-три спустя, Бадри, покойный, мой друг, приходит в офис, там, влаговозы, и приносит часы. Да, и говорит, у меня для тебя есть подарок. И достает вот эти часы. Я их узнал по ремешку, и так. Я говорю, как ты? Он говорит, продали. Я говорю, ты знаешь, что эти часы я подарил? Именно эти часы я подарил Салману. Он говорит, я поэтому их купил. Ну, все. Это через уже никогда не носил, я положил их, они у меня до сих пор лежат. То есть Салман их продал? Слушай, ты дальше, это тоже не конец истории. И через еще год или... Да, я купил, а я стал носить поток фили, после этого поскромнее. Первый металлический, не из драгоценного металла, на резиновом ремешочке, и мне очень нравился, я сменил несколько даже часов, одних и тех же, там, ломались, что-то такое. И у меня осталась еще одна встреча с Радою, не в Москве, не в России, по его просьбе, еще там одного лидера, одного государства. и мы с ним поговорили, я приехал со своей женой, мы с ним поговорили, на интересующие его там и меня темы, и я ему говорю, Салман, у меня все-таки есть один вопрос. Вот как так все-таки получилось? Я тебе от всего сердца, а потом оказалось так, что ты их продал. Вы помните, что у меня было одного глаза, да? Он покраснел, и вдруг я увидел, что у меня такая, в общем, ну, слеза. Конечно, сейчас мне потом скажут зрители ваши, что вот, террорист расплакался, да? Так ему и... В общем, короче, и он говорит, ты знаешь, я не прав был, но мне нечем было платить, у них семьи, у них дети. Я говорю, наверное, на оружие? Он говорит, это нет, я тебе серьезно говорю, мне нечем было, много времени не было никаких денег, мне нужно было сплатиться, я продал. Я взял, снял эти часы, и говорю, Салман, это не золотые, дорого ты их продать не сможешь, поэтому их всегда будут у тебя. И вот так я увидел в последний раз. А что я знаю потом, я знаю, что жена его живет здесь, в Лондоне, а еще я знаю то, что его пытали, когда его арестовали. Пытали? Пытали, и в том числе добивались признания о его связи со мной, преступной, что я финансировал его деятельность. Пытали как? В прямом смысле. Это мне рассказывали близкие к ФСБ чеченцы. И он так погиб, ну, так вот. Ну, просто вот такая вот история. Дорогие друзья, благодаря в том числе и интернет-магазину «Гордон Шопп», мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем. Заходите в интернет-магазин «Гордон Шопп» и приобретайте там все, что хотите, начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом. А еще там есть конфеты «Гордон в шоколаде», «Птичье молоко», а еще там есть яйца «Гордона в шоколаде» в «Золотой пирамиде», а еще там есть кружки, «Зефир» и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине «Гордон Шопп», скучного точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. Возвращаясь к Путину. Россияне Путина любят? Сегодня, сейчас. Ненавидят сегодня. Это у меня никаких сомнений нет. Я вам скажу, я отвечаю совершенно ответственно. Опять, я говорю, вот когда вы говорите о россияне, ну, знаете, их, извините, до сих пор россиян, слава богу, все-таки 140, там, с лишним миллион человек. Я думаю, что процентов 20 его поддерживают до сих пор. Это не любовь, да? Потому что критерий любви очень простой. Выйдут за него на площадь, за него. Или не выйдут, или просто будут сидеть дома и говорят, нет, мы любим Путина. Так вот, таких, которые за него на площадь выйдут, нет давно. А вот что, когда я сказал, ненавидят, вот он не чувствует. Мы живем под собой, ничего из страны. Я не знаю, было ли это у него чувство, или просто вот он такой въехал, он же потрясающий был для того момента. Ну, вот правильный, молодой, энергичный. С юмором. Ну, с юмором, вот с таким которым, вот с таким солдатским, да, вот с таким солдатским юмором. Ну, народу же нравилось, да, замочить в сортире, смотрите, сколько до сих пор. Ну, в беседах с вами он проявлял себя с юмором? Нет, он, конечно, не умеет острить, он не человек быстрой реакции. Он начинает, как сказать, дузить, когда на него наезжают. Вот когда резкие вопросы задают, которые он не любит, вот тогда он начинает такой вульгарный пацанский сленг, да. И он же по-другому. Вот я спросил одного своего приятеля недавно. Я говорю, послушай, скажи, пожалуйста, вот Путин 12 лет властью, на виду. Скажи мне хоть, ты помнишь хоть одну мысль, вот реальную мысль. Не вот это замочим в сортире, там, пыль замучаетесь, глотаетесь, и так далее. А вот мысль содержательную, да, вот содержательную. То, что было новое для тебя. Вот ты, вот общаешься иногда с человеком, с каким-то незнакомым, и говоришь, ох, как классно, что мы встретились. Да. Я, вот такие вещи новые для меня. И не было ни одного человека, это не значит, что это не так, но не было ни одного человека, да, который бы сказал, я, знаешь, помню, вот он сказал то-то, то-то, вот это, знаешь. Вот это вот возьмем, Марис Николаевич Ельцин. Я сейчас, ну, масса будут, я уж не говорю, я Виктор Степану Черномырдину, да, и не только это, не только это каламбуры, что-то, это мысль. Когда Борис Николаевич сказал, возьмите суренитета, столько, сколько сможете унести. переварить, да, не сколько хотите, а вот опять, сколько сможете переварить, да, это, да, не бог весь, но запоминающая мысль. Ну, там, личность. Да. так, вот, собственно, мы об этом, это и пытались сказать. Поэтому я просто считаю, что Путин очень пришелся ко времени, да, вот вы начали с того, что вот вы там, как вот вы привели его к власти, и так далее, а вот так и привели, знаете, что он казался очень своевременным, он оказался человеком, особенно, вы знаете, опять, что касается меня, вот я считаю, например, что лучше многих других время, вот то время в России было показано, ну, как бы Балабанов, да, Брат и Брат-2. Потрясающе. Вот это то, чем жило, вот это ожидание, да, во-первых, появление чувства, начало появления чувства собственного достоинства, возрождение самоидентификации, да, мы великая нация, да, мы достойны больше. И вот нужно было это не развернуть, так развернул Путин, да, вот эти вот наши, вот эти примитивные, примитивные, необразованные, да, а вот эту энергию развернуть, ну, то, что я говорю, не патриоты-государственники, а патриоты-либералы, да, вот грубо говоря, американцы, а американцы же тоже патриоты, но они не патриоты-государственники, не патриоты-либералы, что, в чем различие? Человек всегда выше государства. Он всегда выше. В России этого никогда не было. Будет. Сто процентов будет. Нет вариантов. Если не будет, Россия не выживет. Для России выбор, как и прежде, очень простой. Либо Россия станет конкурентно способной. Конкурентно способной означает современная, демократическая, политическая система и демократические рыночные отношения. Никакой не государственный капитализм. Или Россия просто исчезнет. Она просто развалится. Как развалился Советский Союз? И еще развалился Советский Союз. Он развалился из-за того, что проиграл более совершенной экономической политической системе. Никакой ни Горбачев не придумал это. Никакой ни Ельсин придумал это. Потому что есть всегда вопрос. Почему он еще развалился вот так красиво? Прямо под социальным образованием? Почему прямо так Узбекистан? Вот так прямо Россия? Потому что тоже не было решено одним из главнейших вопросов. Не было создано единой политической нации. Как это произошло в Америке Политической нации единой не было созданной Да, пытался там Брежнев Единый общий советский народ Но обреченная идея Неубедительная Неэффективная Для вас было откровением, что Десятки тысяч людей Ну что ни говорил Но финальное решение принадлежит народу Это как не вульгарно Как не смешно некоторым Это правда, да, есть элита Которая впереди Как правило Но суть Это совсем другая история Но суть не в этом Эта элита тоже есть производная народа Это не нужно забывать И конечно, они должны взять на себя ответственность Соответственность Принимать те решения Которые сегодня Могут быть тяжелыми, неэффективными Но без которых нет будущего Его просто нету Ну опять, грубое сравнение Ельцина и Путина Ельцин Свой авторитет Свой рейтинг Разменял На Непопулярные решения На реформы Да А Путин реформы Разменял на свой Ельцин На свой рейтинг Вот и все Все отличия Поэтому Ельцин Конечно, его ненавидели Потому что он Был Мало того, что он делал ошибки Конечно, все реформы были тяжелые Непопулярные И так далее И время-то какое было 9 долларов за баррель Да А тут просто Кому сказать Но Знаете, вот Здесь есть На самом деле Тоже Некоторые исторические Смысл И замысел По-видимому Да Ведь смотрите Вот когда Произошла эта революция В начале 90-х Да Ельцинская Горбачевская Все-таки Все это Все получили На блюдечке С голубой каемочкой Да И когда вот Ельцин пытался Его подталкивать Судить Компартию Там КГБ Да И ничего не получилось Из этого И Ельцин объяснял Почему не получилось Судили Абстрактную Абстрактную Организацию Под названием Коммунистической партии Хотя были и коммунисты Все Но Эти были Уже не коммунисты Они какие-то и патенты Уже были Да Ну Зюганов Да Уже все Да То же самое КГБ Ну Кто там Берия что ли Да там С Ежовым С Ежовым Да И поэтому Это была трудная история Да Вот чем Извините Я сейчас может быть Скажу Даже зло Да Чем Для меня кажется Сегодняшний Вот этот Вот этот Цикл Который мы прошли Еще проходим Завершаем еще один раз Какой положительный Эффект от него Ведь суд будет Вот в этот раз будет суд И будут Конкретные Путин Сечин Патрушев Иванов Сергей Потому что Каждый из них Несет ответственность За преступления Против человечности И я вам приведу примеры Да Неголословно Какие Вот то что мы с вами хотели Почему я сказал Путин Путин преступник Кровавый преступник Ну На Выпухлых Есть несколько примеров Я не буду говорить О второй чеченской войне Которая С моей точки зрения Абсолютно Была Чисто Пиар Компании Да Но Было начало Чеченской войны Это Дагестан Да Вторжение Чеченцев Это одна история А вторая история Более известна И которая Принята Обществом Как Большинством Обществом Даже по вопросам Общественного мнения Того времени Да Что эта история Была сделана Спецслужбами Российской Федерации Да Это история Убийства Сотен людей С целью Получения власти То есть они не верили В то что Вот те методы Которые мы предлагали Да Телевизор С Даренко Да Который просто уничтожил Оппонентов Путина Без единого выстрела Без единой посадки Без единого Выталкивания Оппонентов За рубеж Да И А Путин не верил в это Его окружение не верил в это Я когда уже приехал в Лондон Я был Абсолютно Я тоже и за это виноват Да Я был абсолютно ослеплен Вот тем что мы делали Да Что У нас есть Даренко У нас есть технологии Которые мы проверили в 96 году И просто усовершенствовали Да И кстати мне вот Говорили что Вот В чем А в чем Путин отличается Он тоже Ну так сказать Использует административный ресурс Я говорю да Но есть существенное отличие Вот есть границы Да пограничные Это опять мое определение Можешь с ними соглашаться Да Вот грубо Как отделить демократический От демократических Да что Да уж совсем Совсем стерильные выборы Мы можем В этой стране проходят Да По-моему в Соединенных Штатах Тоже там есть проблемы Вопросы есть 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 вопрос А вот здесь вопрос вообще нет Просто ни одного А так вот Мне кажется вот есть Так вот Четкая граница Да По крайней мере для меня Я для себя провел Вот ты Используешь силовой ресурс Или ты его не используешь Что такое силовой ресурс Политический оппонента Посадить Убить И Вытолкнуть за границу Вот если ни один из этих ресурсов Не использовался Выборы можно признавать В принципе демократически А если хоть один из ресурсов И используется Так вот при Ельцине Ни в 96 году Ни в 99 Не был убит Ни один политический оппонент Не было Ни один посажен Ни один Ни одного не вытолкнули Да Ящики По полной программе А что Гусинский На НТВ не воевал За Лужкова Ну просто менее талантливо Чем это делал Даренко Да Против Киселева Вот и вся история Вот Так на чем мы с вами На взрывах домов Да Взрывы домов Значит вот там Опять Можно много спорить Но там есть две неоспоримых истории Вот просто совсем неоспоримые Против которых невозможно бороться Рязанская Рязанская И выступление Жириновского В государственной думе Российской федерации Но Рязанская история Очень простая Поймали Положили мешки Лексоген Мешки В Рязани В здание В подвал здания Обнаружили Учение Схватили сразу за руку Для того чтобы доказать Что это не учение Как утверждал Патрушев А теракт Как утверждал Владимир В то время министр внутренних дел Рушаеву Рушаеву Полигон И пытались взорвать Не взорвалось Они сказали Это взорватель Все собрано по-настоящему Что внутри мы не знаем Но зачем Если это муляж Собирать Вот эти все схемки Ровно так Как будто это настоящее То что придут И будут рассматривать Кому не срастается Абсолютно однозначная история Но с моей точки зрения Поскольку мы реально Профессионально Нали профессионал Все занимались этим Вторая история Не менее впечатляющая А может быть даже более Жириновский На заседании Государственной думы На заседании Государственной думы Говорит Я хочу спросить Селезнева Как вы Геннадия Геннадия Петрович По-моему Ян Николаевич Хочу спросить Как это может быть Что на Заседании Комитета За три дня До взрыва Волгодонске Прошла информация Что произошел Взрыв Волгодонске А взорвали На самом деле На Каширке Второй взрыв в Москве Это все записано На пленочку А как это действительно Может быть Что за три дня До взрыва Волгодонске Сказали Что произошел Взрыв Волгодонске На комитете Госдумы Чуть перепутали То есть Ну извините Такие совпадения Я понимаю Что невероятные Вещи в жизни Бывают Совсем невероятные Со мной Не происходили Но Поэтому Это одно Преступление Совершенно Очевидное Опять Я же говорю О себе Любим О своей Точке зрения И меня не вызывает Никаких сомнений Что Это было Организовано Спецслужение ФСБ ГРУ Узнаем Что самое главное Узнаем Сто процентов Есть одна Еще другая История Вне Рубежей Нашей Родины А здесь В Лондоне Просто здесь В Лондоне Литвиненко В том числе Часть этой истории Просто в этом кабинете Видите Вот эти креслица Такого цвета А вот только Другого цвета Потому что Кресло Которое стояло Здесь Вот такого же цвета Было Отравлено На котором сидел Луговой Андрей Просто за день До отравления Литвиненко До 1 ноября За день Он был у меня В гостях Здесь Впервые За последний Год Хотя он сейчас Сюда ездил И привез Чуть-чуть Полония И привез Чуть-чуть Полония Этот офис Был закрыт На 3 месяца Его чистили А вот кресло Чистить не удалось И Это конечно По заключению Не моему А Следователи Спецслужб Эта история Прямо 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 Вот этот полоний След ведет Прямо В Кремль И никуда Иначе И никогда Путину От этой истории Не отмыться Просто Никогда А Жена Вернее Вдова Сашина Марина Очень вливая Женщина И очень последная И очень умная И она добилась Через 5 лет После смерти Саши Что В Лондоне Проходит Инквест Инквест Это такая история Это судебное Разбирательство Не по поводу того Кто убил Там Какие мотивы были А обстоятельства Расследования Смерти Вот Умер В результате Этого И откуда Это пришло Да Это принесли Вот В этом Смысле И правительство России И правительство Великобритании Были очень Солидарны Они хотели Как можно Меньше Ворошить Эту историю И я их понимаю Я их понимаю Потому что Реально Очень важно Чтобы Между Россией И Великобританией Были нормальные Отношения Это реально важно Но с моей точки зрения Важно Чтобы Это была Не игра в одни ворота Да Когда Во власти Преступники В России И когда Английские власти Пытаются Этих преступников Задобрить Это уже другая история Но тут еще есть Много личного У Марины Прежде всего У Саши У Александра Гольфарба И у меня Убили Это нашего друга А у меня больше Убили человека Который Два раза Спас мне жизнь В прямом смысле Да И поэтому Для нас Эта история Она другого измерения Чем для политиков Но я понимаю Политиков А и в этом смысле Марина Прежде всего Алис Гольфарб Я Мы боролись Против двух Мощных Мощных систем Да И На этом этапе Как всегда Победила Победила Высочайшая Английская Правосудие Постов Поскольку Коронер Это такой Местного Районный Коронер Заслушав Баррестеров Адвокат Правительство Ее Величества Спецслужб Адвоката Марина Литвиненко Моего адвоката Сказал Негоже Была В опасности Жизнь Тысяч Англичан Поэтому Я Постановляю Всю правду До конца Поэтому Назначаю Комиссию Из представителей Спецслужб Правительства Которые Должны мне Все материалы Которые Под любыми Грифами На стол А я их Сделаю Публичными Борис Абрамович В прошлый раз Вы мне говорили Что Путин Называл вас Братом Я Хочу вас Процитировать В своем письме Путину Открытом письме Вы сказали Вы написали Сейчас Каком из них Было несколько Открытых В одном из последних Ну хорошо Сейчас ты можешь уйти На любых условиях Возьми с собой Столько Сколько сможешь унести Возьми себе Столько славы Сколько ты принес С России Возьми столько денег Во сколько оцениваешь Свой труд на галерах Возьми себе Столько гарантий Сколько тебе покажется Достаточным Уже сегодня Ты не можешь верить Ни одному человеку Не только тем Кто на площади Но и своим друзьям Которых ты сделал Баснословно богатыми Ты сам загнал себя В эту ловушку Ну и в конце Вы написали Володя Ты между двух огней Одним бунтовать Другим спасать свои шкуры А отвечать за все тебе Каков на ваш взгляд Исход президентских выборов В России Будет Путин президентом Третий раз Я считаю Что это вообще Центральный вопрос сейчас Не ко мне А центральный вопрос Для всех Для нас И для тех Кто живет в России И для тех Кто живет Рядом с Россией И для тех Кто даже живет Далеко от России Вы помните Что недавно Совсем Кандидат Ну один из тех Кто борется За то Чтобы стать Кандидатом Чтобы стать Кандидатом Президента Соединенного Штата От республиканской армии Ромни Сказал Что Путин Это глобальная опасность Для всего человечества Да Вот в такой ситуации Мы дожили Я не думаю Что в этих словах Есть преувеличение Да И С моей точки зрения С одной стороны Ситуация для Путина Совершенно новая Потому что площадь Она не искусственная Она не за деньги Бандерлоги И Путин Абсолютно не понимает Природу Событий Которые сейчас происходят Вот я еще раз говорю Он просто Вот эти вот Вот это как с Горбачевым Вот Горбачев Был впереди планеты всей Я помню Как вот В 80-е Вторая половина 80-х Мы Затаив дыхание Какой Как он Настолько вперед Просчитал Все Все И вдруг В один прекрасный день Вышел на станцию Поезд пошел дальше Вперед Далеко Далеко А он все Со своим Социализм С человеческим лицом Так и остался Очень интересно Что происходит сейчас Горбачев Он так и остался В этом месте А поезд Развернулся назад И движет сейчас И уже Горбачев опять Впереди этого поезда Потому что поезд идет В обратном направлении История Время Потрясающе Так вот Очень важно И это Основные Как бы я считал Вот есть Два человека Реально С моей точки зрения Которые Могли Вот смотрите Власть Авторитарная Она ни за что Не отдает Властные Свои полномочия На избирательных Участках Она не отдает Только через Силовое решение Силовое решение Может быть Перехват власти То есть Мои терминалы Это мирно Ну так Произошло В Грузии Например Так как Произошло Во время Оранжевой Революции Или Захват И вот Путин С моей точки зрения Перешел Точку невозврата Вот совсем Вот В эти дни Буквально Вот в этой Неделе Последней Когда я писал Вот это письмо К нему Оно было Адресовано ему С целью Именно Мирного Разрешения Вот этого Противостояния Общества и власти Сейчас поздно Когда господин Песков Говорит Ну что такое 100 тысяч человек вышло Это что такое Миллионы за нами Он действительно Глуповатый С моей точки Реально глуповатый Потому что на самом деле Когда люди выходят на площади Есть в каждом государстве Пропорция Вот вышел Один А значит Такой же Точки зрения Придерживается 100 тысяч В Москве Чтобы 100 тысяч И чем более Авторитарное государство Тем эта пропорция Больше Вот когда В свое время С исчезкими там событиями Помните Вышли на улице 7 человек Это было Это были представители Миллионов Советских людей И когда сегодня Вышло на улице 100 тысяч человек Это представители Десятки миллионов людей Песков Реально этого не понимает Или дурит нас всегда Да Как всегда Так вот И когда я писал письмо Вот это Путину И патриарху Да Это практически Одновременно было Я считал Что Я действительно считаю Что Институт Хотя он Конечно Во многом лицемерный Стал Именно институт Церковный Да Как он есть в России Но Это совсем не значит Что Что Нет Решающей массы людей Которые Будь патриарх Мудрым И обратился бы к ним И сказал С одной стороны им А с другой стороны Путину Публично Владимир Владимирович Вы должны Но кто же скажет Подождите Я еще раз говорю Мы должны использовать Все возможности Мы Я имею ввиду Те Кто реально думает О будущем России И кто считает себя Ответственным за это будущее Не стесняясь Что бы ни говорили другие Вот то что я вам рассказывал У меня произошло На встрече с этими Самыми американцами Журналистами Голос Америки Вот это прозрение Я отвечаю лично за это Нравится кому-то Это не нравится И я буду делать Все возможное Я не знаю Добьюсь я цели или нет И то что Скал в свое время Сахаров Делай что можешь И будь что будет Так вот Поэтому я обратился К Путину С одной стороны И сказал Вот то что вы сейчас Процитировали Абсолютно искренне считаю Что если бы сегодня Вышел Путин И сказал Дим Уходи сейчас Вот сейчас уходи Да Я становлюсь Исполняющим обязанности Президента С единственной целью Обеспечить Честные выборы Я гарант Конституции Это моя работа Сейчас началась Я в них участвовать Не буду Вы знаете Я очень сомневаюсь Что было бы просто Вспоминать ему Даже вот те грехи О которых я сейчас говорил А если бы гарантом Выступила русская Православная церковь Я вас уверяю Задача почти невозможная Вы сегодня знаете Кто будет следующим Президентом России Сейчас я расскажу Давайте сами Если позвольте Это важная история Которые Значит Есть следующие Реакции никакой Эти письма прочитали С одной стороны Ксподин Чаплин Сказал, что Березов что-то за границей В Лондоне У себя разбирайся Но это означает Что повестка вручена Повестка вручена Прочитали И Песков Такой же вякнул Тоже повестка вручена То есть Теперь сослаться На то что Что они не читали Господа И его святейшество Не получится Это важно Есть следующий уровень И вот завтра Я надеюсь Будет опубликовано Другое письмо Которое я обращаюсь Кандидатам На должность Президента Российской Федерации Я их называю Кандидатами В гаранты Конституции Потому что Вся история Которую я там Описываю Я пытаюсь Доказать И доказываю Оказываю Что Их само Участие В абсолютно Нелегитимных Выборах С одной стороны Подтверждает Их нелегитимность А с другой стороны Делает их Соучастниками Преступления И вот здесь Я очень коротко Остановлюсь На важнейшем моменте Который Для сегодняшнего Не важен Есть много Прегрешений у Путина Подтасовывая Фальсификация Я сейчас говорю Только о выборах В частности То что он остается Премьер-министром Действующим Они разбираются Имеет он право Замещаемая Это должность Незамещаемая Это должность И конечно Все это наперсток Чистой воды Но есть история Истоки которой В 98-м году Она история Очень важная Дело в том Что в 98-м году Решался Как вы помните Тоже вопрос Конституционность Третьего срока Ельцин Там было с другим Связано Связано с тем Что вот были выборы Там 91-го года Это еще по той Конституции Или он теперь может Ельцин категорически Сказал никакого Третьего срока И ушел даже До окончания второго Но тогда Эта история Была поднята И была в частности Поднята История С важнейшей статьей Российской конституции К сожалению Я Так это Мне важно было Что я выучил даже Номер этой статьи Статья 81 Пункт 3 Которая Которая Водит следующую норму Что Не может Более Двух сроков подряд И Великий русский язык Помните Знаменитое Казнить нельзя Помиловать Помиловать Вот поставил Запятую После слова Казнить И нет Человека Поставил Запятую После слова Второго Перед словом Помиловать Помиловали Казнить нельзя Точно так же Можно прочитывать Эту статью Если Оставаться Исключительно На уровне Формальной логики Может быть Речь о том Что после двух сроков Может быть Некоторый перерыв В том числе Один день В том числе Один день А вот На один день ушел А потом вернулся Опять Формального нарушения Если прочитывать ее Вот так Нету А если Прочитывать А ну прочитать Можно совершенно по-другому Имеется ввиду Подряд Ударение на слово Больше Не больше Тут условие подряд А тут условие не больше Не имеет права Ударение на слово Больше Это означает Что ты можешь Один Или два подряд И все Ты не можешь Один и один Потом Да Если подряд Если два То только подряд И здесь есть Вот такое же значение Как вот Коллизия Коллизия Да Но это коллизия Если в случае Казнить нельзя Помило снимается Определение места Запятой То здесь снимается Духом Конституции Дух Конституции Эта статья Была введена С единственной целью Предотвратить Узурпацию власти Потому что Если этого нет Если бы не об этом Была речь То эта статья Вообще не нужна Она введена С единственной целью С единственной Предотвратить Узурпацию власти И поэтому Не может быть Никакого Другого Прочтения Чем как Ограничительно Два срока И закончил Все Теперь дальше Да И на эту тему Было много Разных Исследований И так далее И так далее И не было ни одного Которая бы посчитала Что прочитать Можно Вот Можно Забыть про дух Конституции Потому что Если мы говорим Подряд То я еще раз говорю Один день Вот ушел Там до 3 месяца Например А через 3 месяца Опять Вернулся Помните Даже говорили Что перед кризисом Который был Последний экономический Очень много Разговаривал Потому что Путин уже возвращается Что Медельц решил Пораньше уйти И правда Так и было И так и было Так они и договорились Ну просто кризис И Путин Не нужно было Путину себя Одевать Это тяжелое Ну брать на себя Тяжелый нож Что с кризис Да выходите с кризиса Он так Сиделся Примерно Есть Там не первое лицо Там Дадимочку Все списали И поэтому Этого не могут Не понимать Кандидаты в президент Они образованные люди И Жириновский Он юрист Между прочим Реальный юрист Не только папа Он сам Потом сын юрист Зюганов Преподаватель математики Между прочим В школе Да там Ну Миронов Вообще человек Разносторонних интересов 5 или 6 высших образований Как однажды пришел Кадальникову Генеральному директору Автоваза Один из его зам Говорит Володь Можешь мне поздравить Ты получил второе образование Он говорит Послушай Образование либо есть Либо его нет Так что Миронов С многими образованиями Ну и Прохоров Да тоже образованный Современный И так далее То есть я хочу сказать О той простой мысли Что Если они Снимают все свои кандидатуры Все Четверо То выборы не могут состояться Правда Путин Может сказать Нет все равно Даже один человек Может избираться Избираться Да И все равно Это будет выбор Но они же не снимутся Суть не в этом Важно другое Важно мне было доказать Что они соучастники преступления Понятно То есть оставаясь Вот кандидатами в президенты Они становятся соучастниками Преступления Особо тяжкого По Какой-то там 273 статью Узурпация власти Узурпация Или воспрепятствование Там Она формулируется Все Действие И вполне Подпадает под эту статью И Я вот это хотел показать А с другой стороны Я это письмо Делаю открытым Чтобы избиратели Зюганова Жириновского Прохорова Миронова Понимали Что они Если они остаются Что они мошенники Они играют Вместе с Путиным Они дурят Всех остальных Да Потому что Еще раз говорю Их Отказ От участия В нелегитимных выборах Выборы нелегитимны Путин не имеет права Один из участников И он нелегитимен Да Он не имеет права Делать эти выборы невозможными Просто невозможными И Просто я хочу Им всем дописать до конца Да Что вот Вы должны Это важно Не важно Я тоже считаю Что они Жириновский Вчера орал Это же одна команда Одна команда Совершенно верно Я с вами согласен Прохоров Конечно Пока Еще чуть-чуть Выпадает Но вот сейчас Вполне попадет Да И Мне кажется Это абсолютно Важная история Но хочу обратить Ваше внимание Что история Она все К сожалению История делается Все 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 Тем же режимом Посмотрите Вот есть кажется Светлый лозунг Да За чистые выборы Да И даже Комиссия создана В России Из очень Из очень Из очень Светлых людей Да Из людей Моральные качества Которых Общество В целом Оценит Как Выше Среднего Так скажем По крайней мере И они говорят За чистые выборы Это именно то Что нужно власти Вот ровно Это и нужно Потому что Когда они за чистые выборы Они говорят О том что выборы Будут Они подтверждают Что выборы Должны произойти Четвертого марта А как только Это так Путин на сто процентов С Чуровым Со всеми готовы К тотальной фальсификации Ну к тотальной Их никто не остановит И пускай их схватят за руку Пускай еще Пофиг Мороз Им важно Четвертого марта Провести выборы Поэтому постановка Потом общество И даже площадь Ее уже внимание Увели Увели в другую сторону Ребята Создавайте комитеты Боритесь За чистоту выборов Все что угодно А потом в каждом Раздробить Да А потом на каждом участке Технологичного значения Технологичного Это все ерунда А Путин еще рассказал Про камеры Ну после этого Все должны были Со смехом ухотиться Ну вообще сказать Ты что С ума сошел Дурачок Да Нет Камеры устанавливают 13 миллиардов рублей На них тратят А потом Так раз Отнесли камеры Вернее отнесли Корзиночку Да А по дороге Заменили на другую Просто И никто никогда Не заметит Вот смотрите В цирке Что творят Там Да Люди распиливают Люди распиливают Да Не только деньги Да Вот Борис Если 4 числа Выборы состоятся Кто будет президентом России Мое убеждение Да Даже если Путин То не надо Считает себе Нет До инаугурации Он не доживет Как политик Инаугурации Не будет в России Вот инаугурации Путина президента В России Я Или я вообще Ну не знаю Я еще раз говорю Я Оптимист Идеалист Я не хочу сказать Что я себе голову Пеплом посыплю Но я Еще один раз Сильно удивлюсь Цитирую Бориса Березовского Медведев для меня Это растение Которое ничего не решает А Путин в моих глазах Агрессивное животное И вторая цитата Медведев клинически болен У него карликовая болезнь Какая судьба ждет На ваш взгляд Дмитрия Анатольевича Медведева После выборов Президента 4 марта Ну смотрите Во-первых Давайте я все-таки Поясню Что я имею ввиду Я не хочу быть голословным Я действительно считаю Медведева клинически больным Да Я просто Я действительно не медик Да У меня нет никого Проценнообразного Но я читатель Да Я могу открыть Книжку Да Практически любую Да По математике По физике По биологии По медицине И на содержательном уровне Разобраться в любой проблеме Понятно Вы знаете Я это проверял на своей маме Да Я когда защитил Кандидатскую диссертацию И докторскую диссертацию Я У меня был Потрясающий учителя В институте Вот Вадим Александрович Трапезников Директор Академик Да Покойный Борис Давыдович Ланда Выдающиеся ученые Да И они мне Объяснили Очень важную вещь Если ты Занимаешься делом В науке Ты можешь объяснить То что ты делаешь Совершенно необразованным человеком Я и свою кандидатскую диссертацию Объяснил своей маме У которой не было высшего образования Она абсолютно поняла Что я делаю Поэтому Невозможно То есть если что-то делают И не могут объяснить Значит дело нечистое Медведев Я взял И открыл Литературу И Прочитал Очень важные вещи Что есть внешние признаки Карликовой болезни Которую у Медведева Налицо На лице Да И Ну что Вообще Я же не упрекаю Я же не издеваюсь Над больным человеком Вы констатируете факт Я констатирую факт Да И особенно это Он сам же показал недавно Когда он играл в бадминтон Эти узенькие плечики И большая голова И на выходе глаза Да И небольшой рост Когда я как-то сказал в интервью Что у него рост метр пятьдесят два А Собчак я давал интервью Ксения Я говорю Рост метр пятьдесят Какой рост у него Метр пятьдесят два Она И представит мне транскрипт Там написано метр пятьдесят два А в GQ Когда выходит Стать Там написано метр шестьдесят два Потому что официальная версия У Медведева рост метр шестьдесят два Это официальная версия Да А есть Что самое главное Для нас Для нас в общем не важно И в инвалидной коляске Рузвельт был Да И блестящий политик Там и так далее Поэтому речь не об этом Но Это только внешние признаки И они не так для нас Болезненные Я имею для общества Для всех Да А есть внутренние Есть одно Важнейшая Важнейшая особенность Карликов Они себя не самоидентифицируют Они Не могут принимать Вообще никаких Самостоятельных решений И они не ощущают мир У них развитая речь при этом Да Они Но она бессодержательна Она бессодержательна И Ну понятно Есть Разные стадии этой болезни Есть глубокая Да Есть менее Меньшей степени Что ли Да Выраженности И если мы проанализируем Все что делал Медведев Все что он говорит И то что Случайно проходит Как оговорки Особенно важно То мы поймем Что он безусловно Больной человек Я просто вам яркую Самую историю скажу Из этого Которая многим запомнилась Когда он сказал Что мои слова высечены Мои слова Отлиты в граните В граните Да Он реально не понимает В граните же не отливают Да Что гранит высекают Отливают металл Но вот это соединение Двух Металла Гранит И так далее Это в голове перемешано И все Да Но это опять Это по Фрейду уже Если хотите То есть Никто лучше конечно не определил Что такое Медверь Чем Шандерович Который скажет Дурилка картонная Дурилка картонная Я говорил растение Но это такое Не очень хорошее Не очень точно сравнение Потому что Дурилка Нас дурят Вот этой картонкой Да И И И сами признались В этом Поразительно Да И сами признались Сказали Да 4 года мы вас дурили Ребята У вас разводили Вот Просто это Я хотел все-таки пояснить Почему я так сказал о Медведе Вы знаете Если его не признают больным Да И на это спишут Его решение То он Такой же преступник Как Путин На нем Война России С Грузией На нем Нераскрытые преступления Которые он мог раскрыть На нем Прямое участие В фальсификации Президентской должности Вместе с Путиным На пару Обманули весь народ И он отвечает За то что происходит Сейчас За результаты Тех фальсификаций Которые подходили На предыдущих выборах Но я хочу Почему Очень важная история Вот очень важно Чтобы Вот эта Решительная часть Общества Умно-интеллектуальная Поняла Что приоритет Не нужно Сейчас говорить О перевыборах В Думу И так далее Нужно точно Средоточиться На одном вопросе На единственном вопросе Предотвратить Предыдущие Предыдать выборы Четвертого марта Не могут Более того Хочу сказать Что да Вот так же Как я объяснил Логику Почему кандидаты В президенты Становятся соучастниками Становятся подельниками Ровно так же Все Те Кто примут участие В этих выборах Станут подельниками Вместе с Путиным То есть Он криминализирует Он Как любая воровская Банда Он Вяжет Вяжет Он повяжет Всех тех Кто пришел на выборы От событий в России Переходим к Украине С 2004 года Три фамилии Следуют друг за другом Ющенко Тимошенко И Янукович Я бы хотел Чтобы вы дали Краткие характеристики Каждому Из этих исторических персонажей Ну Во-первых Я сразу так говорю Я даю Эти характеристики С позиции Сегодняшнего Нет Я даю Эти характеристики Очень Так скажем Находясь в очень специальных Специальных отношениях С ними У меня ни с одним из них Нет никаких личных отношений Более того Я не помню даже встречи с Ющенко Которая была Когда я был исполнительным сектором Не произвел на вас в силе Ну не помню А может Я со многими людьми Встречался на Украине И он В то время Не был там Первый Да что значит Я не помню Чтобы он что-то сказал Такое Что я запомнил И какое-то впечатление Я говорю Еще приличная встреча Я один раз встречался С Тимошенко Это было за полтора Привезены годы До оранжевого раюса Она приезжала сюда в Лондон Мы с ней просто говорили У меня дома И больше никогда ее не видел Я никогда не видел Януковича Да Поэтому Вот с этой оговоркой Очень важной Да Конечно А вот про Путина У меня совершенно другая история Да Я могу Теперь сформулировать Своё мнение Да При этом я несколько раз Разговаривал с Ющенко По телефону Да Вот с Юлией И по телефону Не говорил Да больше И вот Мое впечатление Я на самом деле Оно нисколько не изменилось За все эти годы Да Другое дело Что оно Вот по отношению к Ющенко И Тимошенко Оно так менялось Да Опять не с точки зрения Хорошей Плохой А с точки зрения Политической Оценки Того Что они делали Да Янукович Я написал Когда он Стал президентом Я написал Открытое письмо Окраинному народу Да На меня многие обиделись Упрекая Вот в таком выборе Хотя в общем С моей точки С моей стороны Даже это может Некорректно Потому что я говорю Упрекать народ Что народ упрекать Да Но это Как бы Это может быть Было немножко Как сказать Ну Чтобы разодорить Что ли Чтобы подумали Значит Я считаю Что На основе той информации Которая была Да Я считаю Что просто Янукович Он просто бандит Да Который Мотал Срока Да И который Не имеет никакого права Морального Какого угодно Интеллектуального Если хотите Придевать на то Вот должность Которую он занимает У него в этом смысле Обидно за Украину Да Опять Я не хочу Чтобы он Длить Вернее так Как сказать Это не личное Да Это вот не личное К нему Констатация Это констатация Факта Что бандит Не может быть Президентом Великой страны Да И к тому же Он Не только Что он там сидел А всем очевидно Что он пытался Сфальсифицировать выборы Да Это все Это признанно судом Что были Сфальсифицированы Да В конечном счете Да Ну куда дальше Да Вот это то Чем Путин занимается Да Что касается Ющенко Что касается Юли Тимошенко Две разных Совершенно истории Я считаю Что Ющенко Я вообще Несмотря на то Что я Высказывал ему Свои упреки Там в том числе Публичные И каждый раз Себя ругал за это Потому что я считаю Что он тяжело больной человек Потому что его пытались Отравить Его пытались убить Его пытались убить Российские спецслужбы Вы уверите Что его пытались Отравить Никаких сомнений Не в этом нет Кстати Я вам советую посмотреть Вот недавно Не недавно Вот выходит сейчас Каждую неделю По BBC2 Фильм Который называется В документаре В документаре Который называется Путин Россия Запад Потрясающе Наконец Они показывают Пальцем На главного Преступника В России Да Вот Показывают Взрывы Показывают Грузию Показывают Украину Показывают Там Нордост И так далее И следы Ведут Прямо В одну и ту же Точку Да Вот эту самую Вершину вертикали То есть Ющенко Попытались отравить Российские спецслужбы Вообще никаких Конечно Российские спецслужбы И вот В этом Кстати В фильме Это очень выпукло Показано Показана встреча Ющенко Изуродованного С Путиным Когда Ющенко Приехал в Москву После выборов Первый визит Первый визит Такая человеческая Трагедия Даже этот Именно этот эпизод Я вообще По силе Ющенко Упущенный шанс Украины Нет Я вообще На все По другому смотрю Я смотрю Следующим образом И давайте Опять вернемся Янукович Вот Янукович Обратца 2005 года Когда Он не стал Президентом И Янукович Обратца Когда его В 2010 году Когда он стал Президентом Это два разных Человека Знаете Почему Потому что Опять Он Выражает Мнение народа Народ стал Другой Не выражает Мнение народа Его выбрал народ Он выбран Другим народом Он сам Часть этого народа Другого народа И это Сделал Ющенко И Тимошенко Могли сделать Больше Да в стократно Но главное Сделали Менталитет Поменялся Ведь главное Что такое Революция Это что Революция Это вот Когда там На площадь вышли Потому что Мели И сменили Там В политическую систему Постреляли Даже Это что результат Это результат Результат того Что вот здесь Изменилось И это изменилось На Украине Навсегда Вы ожидали Что Тимошенко Посадят Не исключал Именно в силу Бандитского Менталита Януковича Вот точно так же Как бандитский Менталит Путина Смотрите Вот мелочная Тварь Мстит Ходорковскому Просто мстит Все видят Что мстит Все Уже это такое Личное Да Он продолжает То самое Янукович Но со всех Точек зрения Политику Чуть-чуть Ну чуть-чуть Политик Нельзя Запустим Даже она виновата Да Я не считаю Так Ну это нельзя делать Вам жаль Тимошенко Очень Очень жаль Я просто Я просто Знаете Почему не жаль Вот есть Вообще Любого человека Жаль Да Это вообще Знаете Как тут думал Англичане Например Такая небольшая Может Странная аналогия Англичане Они же почти не врут Но поскольку Человек слаб Ложь здесь заменена Лицемерием Да То есть Огромная Вот все эти истории Да То есть У них пропорция Лжи очень маленькая Лицемерия очень большая Да Вот в сумме А это все равно Такое целое Да Вот в России Я думал Вот я тоже задумался Там Вот видите Россия Жалостливая такая страна Украина тоже жалостливая Жалостливая Вы знаете Я к интересному выводу пришел Много жалости Но мало любви Любовь Это следующая ступень После жалости Да До этого дорасти нужно Хорошо Потому что жалеть Ничего не стоит А любить Это совсем другая история И поэтому Собственно поэтому тоже Огромная проблема И на Украине И в России И так далее Именно потому что Людей мало Это правда Что у Путина Очень плохие отношения С Януковичем Ну понятия не имею Объективно у них есть Противоречия Дело же не опять Не Путин И Янукович Дело в том Что есть интересы Украинской Бизнес-элиты Есть интересы Российской бизнес-элиты И в которой Огромная часть Теперь это КГБ Да И украинская бизнес-элита Осознала абсолютно Однозначно Что делиться С российскими Жуликами Ворами Они не хотят Что вы думаете О Лукашенко Личность Безусловная Я очень давно Знаю Александра Львович С того момента Как я стал Исполнителем Содружества А вы знаете Что Хед офис Ну то есть Главной офис Содружества В Минске Поэтому я очень много С ним общался И у меня очень много Друзей в Беларуси Которые до сих пор Ездят туда Приезжают Бадри в свое время Вот вы знаете Финально Ему вынесет суд Только история Объясню почему Конечно Он Автократ Конечно Он диктатор За счет последнего Диктатора Я бы так не сказал Но диктатор Он безусловно Не понимает Что такое Самоуправление И не преднимает Его Он действительно Растоптал Оппозицию Политическую Действительно Принимает Самостоятельно Практически Все важные решения Так Как не видится Да А Важен Сухой остаток Не думаю Не думаю Что кто-нибудь Отрицать Что с наименьшими Потерями По каким критериям Не считать Но Которые должны Включаться Важные критерии Продолжение Человеческой жизни Количество Преступлений И так далее При этом Я прошу Чтобы не квалифицировали Как советского человека Который говорил А у нас Зато все тихо И спокойно Да Так вот Вот этот переходный период Вот грубо говоря Если завтра На место Лукашенко Придет демократ И Россия Тоже будет двигаться По демократическому вектору Замечательно Лукашенко Войдет в историю Белоруссии Как с абсолютным плюсом Вот Что угодно Кто будет говорить Потому что Он Избежал Тотального Разрушения В головах Да А как следствие Уже Разруха Производства И так далее Все равно Белорусам придется Да он задержал Вот это развитие Да Вот это развитие В сторону Свободного человека Которому все равно Придется Но Он удержал Вот эту ситуацию В максимальной степени По сравнению с другими Надежности Уверенности Если хотите Да Для людей Да И все будет зависеть От того Как эта будет История заканчиваться Вот закончится она Кроваво Да Все Все Будет абсолютный минус Вот будет диктатор Кровавый диктатор А закончится она Плавно И еще раз говорю Войдет в историю Да Войдет в историю Со знаком плюс Он не войдет в историю Как реформатор Великий И так далее Но как человек Который вот Сберег Да И я хочу сказать Что Опять вот здесь Очень важно Вот то что Вы сейчас спросили Там Лукашенко Украина И так далее Все Нам очень важно Понимать Вот мой опыт Личный Я в этом Утвердил Что вот когда я там Старался там На Украине Старался в Грузии Ну Бадри прежде всего Там Когда Саакашвили приходил Потом я старался Чтобы убрать Саакашвили Чтобы Бадри пришел А Я вам хочу сказать А вот видите Вернулась опять Винникович Да в другой уже В воду вошел Он не в ту же воду вошел Нужно понимать Да И даже если бы убрали Саакашвили сейчас Все равно другой народ Все другое Я вам хочу сказать Что пока Россия Сама И развернется Все будут харкать кровью Все ее соседи Сто процентов Будут харкать кровью Непрерывно Да Поэтому задача всех Развернуть Россию Помочь ей развернуться Я вижу у вас Прекрасную фотографию С Борисом Николаевичем Ельциным Вы часто о нем думаете? Ну Как бы Рон Сок Сколько я думаю о политике Я думаю о Борисе Николаевичем Ельциным Да Думаю о политике непрерывно Да Вот так То что мне нравится Мне там говорят Ну чего ты Чего ты Занимаешься политикой А как у права ты вообще У меня занимаешься политикой Да А я говорю Послушайте А Сузыч Какое право И что я занимаюсь А я это люблю Мне это дико нравится Да Вот мне нравилось Заниматься математикой Я занимался Как наркоман Нет Наркоман Да Я же экстремист Я всем занимаюсь до упора Да Потом бизнесом занимался Ну тоже 20 часов А сейчас политика Да И никто что меня вытолкнуть из этой политики Не может Да Потому что я туда не лезу Вот На должность на какую-то Да Я просто думаю Я просто анализирую Ельцина не хватает вам В жизни Борис Николаевич я считаю Одним из своих там Трех учителей в жизни Четырех Который меня реально Ну так сказать Вот Научил Я не знаю Научиться этому вообще нельзя Но Встрепенул меня Да Что я вот Понял вот это измерение Своей жизни Да И в этом смысле Конечно он для меня Учитель Он для меня близкий Более того Я то считаю Вот я вам сейчас скажу Очень Может быть Серьезную вещь Я то считаю Что Борис Николаевич Великий Величайший реформатор России За всю ее историю И вот это очень интересно Что вот сейчас Если вы проанализируете Кто вышел на площадь Кто Это Кто Почему 1090 В чем вы с вами начали Вы спросили Вы спросили меня Для вас было удивительно Неожиданно Вот я вам сейчас отвечаю Да конечно нет Отвечаю по главной причине По какой Все дело в том Что вышли Если посмотреть на возраст Это там 16 до 35 лет Я их называю Рожденные не в СССР То есть Это Менталитет Которых Сложился В 10 Ельцинских лет Их назвали Чекисты Да Лихими Лихие 90-е Да И удивительно Что они пытались Вложить негативный смысл В это Ну русский Это язык Это Что такое лихой Смелый Что значит смелый Свободный Правильно Они правильно Они правильно Ненавидят эти годы Потому что эти годы Когда Как я там Сейчас пишу Там в другом Пиле Родитель И родитель Свободного Русского Человека Борис Николаевич Ельцин Вот тот для меня Вы поддерживаете Отношения с Татьяной И Валентином Ямашевым Никаких Никаких Я ни самого не поддерживаю Юрию Лужкову Вы посоветовали Однажды Застрелиться У него сейчас Большие неприятности С российской властью Вы ему Сочувствуете Или нет Я его жалею Я жалею его Как Ну вот опять Я православный человек Да И это искренне Не то что Жалость в любовь не переходит В любовь не переходит Совершенно верно Я В то время сказал Когда у Путин Еще был шанс Я сказал Так как Интервью давал Я сказал что Путин все равно придется Бежать из России И выбежит Ну конечно В Лондон Потому что Только здесь На основе закона Будет решаться Его судьба А история Это длинная И можно 10 лет Дурачить Кого угодно И не только дурача Даже не дурача А вот Абсолютно легитимные истории Создавая Можно Но Путин закрыл Въезд в Англию Из-за Литвиненко Да Поэтому А вот Юрий Михайлович В этом смысле Мои слова Как оказались Пророчески Для некоторых членов Руководства Единой России Вам интересно С ним встретиться Здесь в Лондоне Есть о чем поговорить Честно сказать Мне в Москве Это было уже неинтересно С ним общаться Вначале да Вначале было интересно Потому что он был Он уже очень талантливый человек Очень толковый человек Очень организованный человек Но он Ну хомо советикус Вот знаете на самом деле Еще важная история Когда мы говорим об этих Вот вы сейчас сказали Это рожденные не в СССР А ведь важно определить Кто они такие Вот в чем их отличие Принципиальное От хомо советикус Или от нас переходных Не пронизаны глупостью Нет Конечно нет Глупые И тогда И сейчас Свободные Нет Это следствие А не причина Они еще не свободные Основная История Отделяющая Хомо советикус От вот этих Рожденных не в СССР Это история Ментальная Как всегда Так в чем отличие Менталитета Отличие Менталитета В том что эти Выросли В открытом обществе В обществе Когда Появились И распространились Новые Информационные технологии Суть этих Информационных технологий Главная Для общества Для нас Не то что Мы можем быстро Написать письмо И так далее Или что-то Быстро Получилось А в том Что мир Благодаря этим технологиям Стал Становится Все более и более прозрачным И станет совсем прозрачным А что это означает Это означает Уменьшение лжи Да Вот просто Врать просто Более того Я хочу сказать Самое большое Я вообще считаю Что это второе пришествие Второе пришествие Начинается сейчас Что такое Моисей Это новый менталитет Да Когда он зашел в тупик По крайней мере Для какой-то части человечества Появился Христос И он И он сделал Новый прорыв Прорыв Который назывался Душа Да Любовь выше свободы Да Любовь выше всего Да Иррациональная история Да Вот Понятно что Иудаизм Вот Это Встретился с Богом И Бог Дал Скрижали И он сказал Мы это выучим И научим наших детей А Христос сказал Не Мы с этим Родились Мы родились Внутри нас Не убить Это внутри нас Это философское Отличие Иудаизма От христианства Да И это Эта история Иуда христианская Она реально В тупике Мы куда-то Забрели Немножко не туда Да И все эти кризисы И так далее Это 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 И тут Оказывается Мы Сами Не подозревая Создавая Технологии Нашли выход Из этого тупика Потому что Выход из тупика Того в одном В отказе Все И я вас уверен Сегодня уже даже Телефончики Да Телефон Там есть программки Которые Позывают по голосу Вашего собеседника Говорит Врет он или нет Да С большими ошибками Пока Потом будет Совершенно все То есть Все Мы с вами В этом мире Комфортно жить Никогда не будем Мы Потому что мы Каждый день Я уверяю Каждый человек По крайней мере Один Два Три Пять Десять Врем Детям Близким Любимым Себе Себе Ну себе Ладно Так Бог с ним Вот И И И мы не сможем Отказаться от этого Мы от этого Отказаться не можем Наши дети Не смогут Отказаться до конца А вот Дети наших детей И тем более И так далее Вот они Не смогут Не отказаться Потому что Все станет прозрачным Грубо говоря Но у каждого Будет на лбу наклейка И она будет зеленой Если человек говорит правду И красной Если он врет И дальше промежуточный Акспект Незадолго до смерти Виктор Степанович Черномырдин Разоткровенничался Со мной Сказал Ну кто такие олигархи Ну это же просто Ребята толковые Которые взяли Дали им деньги Поддержать Некоторые поверили Что это их деньги Потом им сказали Отдайте Вдруг отдавать не захотели Это так или нет Во-первых Виктор Степанович Я считаю Что это была Главная Ошибка Команды Ельц Вы помните Пытались Виктора Степановича Вернуть Да Не получилось Конечно Тогда бы это была Эволюция Да И нам бы Не вот этот Адский круг Который мы сейчас Сделаем Мы бы не сделали Виктор Степанович Я хочу сказать Что Абсолютно удивительный человек Самородок Ну Много самородков Но он Просто потрясающий При этом я считал год Первый год общения с ним Я считал его Очень неумным человеком Потому что я тогда не понимал Что Понимание И слово Могут быть Так Разорваны Первый год моего общения с ним Я вообще не понимал О чем он говорит Я просто не понимал О чем он говорит Я считал его просто Ну извините Согласен Идиотом Не хватало образования Виктор При этом половина Это слов народных Совсем Да Просто половина Когда ты один на один Сунаешь И только потом Когда я Для себя Расклассифицировал Уровни интеллекта Просто для себя Да Там Понимание Ощущение Понимание Ощущение Описание Понимания Ощущение Я понял Что у человека Понимание Феноменально Описывать свое понимание Он И креном Этот язык Нужно выучить Язык имени Виктора Степановича Черномырного Его нужно выучить И тогда ты поймешь Что перед тобой Блестящий ум Блестящий И честный И искренний Ну Просто слов нет И добрый Очень То есть Ну поразительно Я Когда он уже ушел В отставку Я с ним Стал ближе Уже не было там Что вот Почему Общаетесь И так далее Он приезжал ко мне во Францию С Валентиной Со своей женой И там мы сидели С моей женой С моими детьми Есть фотографии Эти Биорица Я никогда не живу Нет На юге Франции В Кабантибе И мы с ним Я его пригласил На На ланч В В Сан-Тропе Клуб 55 Такой Тусовочный клуб Был по-моему Апрель Конец марта Конец марта В него поехали Он Валентина Его жена Лена Моя жена Дети Приехали в этот клуб Март Апрель Средина дня Пьют шампанское Потрясающая еда Официанты Он так посмотрел И говорит Боря Это же все отдыхающее Что ли Боря Это все отдыхающее Что ли Вот Так вот Так вот Виктор Степанович Это я о нем А вы спросили Я спросил об олигархах Правда ли что Правда ли я сказал Ну Как показалось Дальнейшая история Он прав Он прав Фильм олигарх С Машковым В главной роли Это фильм о вас Ну Так предполагал Лунгин И он Даже В связи с тем Что делал этот фильм Приехал ко мне Познакомиться Да Сразу скажу Ни денег не просил Ни одной копейки Вы не финансируете Нет абсолютно Это полностью Я Многие истории Считаю Это часть Истории моих Да Но При этом я хочу сказать Что сначала Мне фильм Вообще не понравился Потом Он мне стал нравиться Больше А после того Как я со своими друзьями Которые меня всегда просили Посидеть рядом Баханец Смотрят Посмотрел Наверное в 20 раз Я понял Что это хороший фильм Но конечно Особенно неприятно Смотреть фильм сейчас Потому что Несмотря на внешнее Абсолютное Несходство с Бадри Конечно Потрясающе Наши отношения Такие мы были С Бадриком Ровно такие Своей ли смертью Умер Бадри По Таркацешвей Это вопрос до сих пор И правда ли Как мне говорили В Грузии Очень уважаемые люди Что вот они сказали Вот увидишь Когда Путин уйдет Бадри появится Ну я хочу сказать Что Бадри Настолько миф Настолько Мифическая фигура В Грузии То что действительно Очень многие люди До сих пор считают Что Бадри жив А он умер Потому что Бадри Не предъявили никому Я разочарую их Я видел Бадри мертвым Я видел Бадри мертвым И что касается Причин его смерти Тут странная история Поскольку Действительно Была сделана Экспертиза И смерть его Была просто Совершенно Неожиданной Для всех И для меня Он ушел Вот из этого кабинета Вечером А ночью В 2 часа Мне позвонили И сказали Что Бадрика нет Я вообще Очень себя хорошо контролирую В любых ситуациях Я кричал на свою секретаршу Так Которая мне это сказала Я кричал на нее Что она врет Что она В общем Все слова Которые я знал Я не сказал Я не мог в это поверить Вот И Была сделана Экспертиза И результаты До сих пор Не предъявлены Здесь была сделана Естественно Здесь То есть Забрали Часть Ткани И так далее Для того Чтобы разобраться И что конечно Удивительно Что семья До сих пор Не потребовала Так как Марина Ельтвиненко Которая настаивала На инквесте И так далее И так далее Вот я не знаю Что в семья Бадрика К сожалению Дело тоже самое Продолжая О разговор Об ольгархах Плавно переходим К Роману Абрамовичу Скажите пожалуйста Развод Абрамовича С супругой Был предпринят Для того Чтобы спасти Часть денег Которые принадлежат Не ему А Путину Вы знаете До завершения Судебного разбирательства А это означает До вердикта Судьи Который Предполагается Будет В апреле А может Раньше От более того Еще будет апелляция Наверняка И так далее Я не хочу Комментировать Ничего Мы по этому поводу Выйдет ли Ходорковский На ваш взгляд Из тюрьмы Только после того Как Путин исчезнет С политической арены Сегодня Пишут О 120 Или 130 Миллиардах Принадлежащих Путину И его семье Вы считаете Что это реально Или нет Я не сомневаюсь Что Путин Богатый человек Я не сомневаюсь Что его богатство Незаконное Я не сомневаюсь Что есть люди Которые держат Его Бенефициарные интересы Среди них Я тоже считаю Например Роман Абрамович Я об этом Открыто говорил Считай Тимченко Безусловно Ну и ряд других Это я так считаю Я встречался здесь С некоторыми Его бывшими Друзьями Которые мне Говорили то же самое Собственно Для меня Это не являлось Открытием Собственно К сожалению Цифры Только не понятны Я еще раз говорю Ну цифры Сколько 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 Может унести Я же ему сказал Возьми с собой Сколько можешь унести К сожалению Оказывается у него там уже была другая История значительно Более серьезная Но это уже потом Не важно Так вот Эта история для меня началась Как вот такая Более Ну подозрительная Так скажем Потому что до этого я вообще не сомневался Когда ко мне Роман пришел Когда Путин стал Премьер-министром И вот Были выборы Думские И Рома сказал мне Что Путин хочет Чтобы мы яхту Мы купили И сказал Что значит 50 миллионов По 25 А я вам скажу Роман Я узнаю давно Что-то Странная история Нестыковка Не похоже Да При этом я хочу заметить Что вот Борис Николаевич Вот там Сколько угодно Пускай Говорит Вот Мне неизвестно Ни одного случая Лично мне Неизвестно Ни одного случая Коррумпированности Ельцин Да При этом говорят там Что Таня Там брала Обместо Вот я тоже Про это не знаю Да Да Был у нее муж Перед Валентином Юмашевым Который был Средней руки бизнесмен Он и есть Средней руки бизнесмен Конечно Меня дико Расстроил Валя Когда он сказал Последним интервью Посвящен В связи с 80-летием Со дня рождения Бориса Николаевича Сказал Что он На содержание Дерибаска Вот это Ну ладно На его совести И вот тогда У меня Как бы возникли Некоторые Эмоции По этому поводу Я через месяц Рому спросил Я сказал что Ром Не хочу Никак Что-то Я не спрашивал Путина Ничего Потому что Не хотел там Рому подставлять Потом я у Ромы Спросил Через месяц Через полтора Рому сказал Забудь про эту историю Снимается вопрос Оказывается Вопрос не снялся И потом Помните В новой газете Там публиковали Все подробно С счетами Название яхты Вот именно Этой Которую купили Все-таки Путину Ну и так далее Пишут что Вы обладаете Состоянием 700 миллионов долларов Можно вообще Посчитать Состояние человека Вообще Вы состоятельный Человек Сегодня Вот я смотрю Меня поразило Как вы пришли На интервью Спортивных Спортивная форма Фактически Джинсы Кеды Я же вам сказал Что я Патек Филипп Подарил Часы скромные Подарил роду Его Часы скромные Это Это подарок Жены Вот вы Сегодня Состоятельный Человек Вы можете Оценить Своё Состояние Ну Его Состояние Очень сложно Оценить Вообще Да Но его Можно оценить В порядке Да Столько Состоятельно Столько Несостоятельно Каждое Это Внутреннее Ощущение Один считает Что у него Когда появляется Тысяча долларов Он уже Состоятельный Человек Другого Несколько Миллиардов Маловато Я Отвечу Так Я Ну По нескому Починению Называю Цифры Потому что Все время Они преследуют Все время Что-то Пытаются Перекрыть У меня Отобрать И так далее Я По-другому Скажу Я себя чувствую Очень комфортно Уверен Это важно Это единственное Что важно Я вижу Тяжелейшие Процессы Которые Стоят Десятки Под сотню Миллионов Да Там Не долларов А фунтов Да И прочее Но понимаете Все дело в том Что у меня не было Ну как вам сказать У меня Не было Приоритета Деньги Над всем Никогда Очень важный Процесс интересен Нет И не только процесс Но когда я стал Заниматься политикой То я был готов Потратить любые деньги Для достижения Вот тех самых Политических средств Меня спрашивают Часто А ты жалеешь Что 50 миллионов Там потратил На Украине Там отдал Я говорю Это самый эффективный За мою жизнь Бизнес проект Я инвестировал Я не знаю Благодаря моим деньгам В оранжевую революцию В оранжевую революцию Я знаю только что Очень мало было денег У оранжевой революции Я знаю что было Порядка там 75-80 миллионов Потрачено всего Из которых 50 Там чуть поменьше Читал я А с той стороны Было за 4 ярда За 4 ярда 202 ярда Только на социальные На нищих Голодных Пенсии И так далее А сколько раз окрали 4 С чем-то там даже И поэтому Я говорю Абсолютно И я абсолютно счастлив Да, потом Я там Жвания Там Жулик Там И так далее И так далее Это уже другая история Бегал до сих пор Чтобы продвеску Не вручили Третьяков И так далее Но Но То есть Полное удовлетворение От таких инвестиций Сегодня продолжается Кризис В развитых странах В том числе Я хочу спросить У вас Как у умного человека Как у математика А куда лучше Вкладывать деньги Во что Вы знаете Вы должны понять На математике К этому никакого Отношения не имеет Вот просто Никакого не имеет Как расчет Понимаете Кризис Вот видите До сих пор Не выяснили До конца Причину предыдущего кризиса Отступил уже этот Да По этому поводу Можно гадать Сколько угодно Можно только сказать О том Во что будут Безусловно Вкладывать деньги Все больше и больше Какие бы ни были Спады и падения Спады и подъемы Это есть Как минимум Две области Две Это образование И здравоохранение Медицина Вот здесь Вы никогда не промахнетесь Если будете Будете Стратегически Делать Стратегические вложения Вот в эти области Поскольку Совершенно однозначно Что научные Достижения Уже на грани фантастики Совершенно однозначно Что продолжительность Жизни человека Будет увеличиваться Это приведет И к колоссальным Сложностям На самом деле Вы понимаете Что в последние сто лет Средняя продолжительность Жизни человека Увеличилась Наполовину Наполовину За сто лет За сто лет Да Смотрите каким Серьезнейшим Социальным Экономическим Последствием Это привело Сколько стало Пенсионеров И прочее И вообще Понимаете Что вот Самое Тоже нужно понять Эту историю Что И это Третья сторона Третье направление Которое тоже будет Развиваться Это удовольствие Потому что На самом деле Ведь смотрите Ценность человеческой жизни Сейчас Кардинально иная Чем даже сто лет Мы проживаем Сотни жизней Людей Которые жили За сто За двести За триста Лет до нас Сотни Темп Поэтому когда человек Сажают на восемь лет В тюрьму Это Ну Нисколько не меньше Чем отрубить руку Или ногу Я не знаю Лечить сортовать Да Потому что Потери Невероятные Невероятные Поэтому Помните Говорят о Ходорковском Жалко мне Юля Жалко Лет Ниша Я тогда не договорил Мне их безумно жалко И прежде всего Еще потому Что они Чувствительные люди Да Я не говорю Что я не жалею Бесчувственных баранов Которых держат Как скот в тюрьме Да Я тоже их жалею Но Вот все-таки Когда я Чувствую это переживание Да Вот я чувствую Как ему больно Душевно Да И ей Это совсем другая история Для меня По слухам Опять-таки От людей Которые вас Были очень любвеобильным Вы пользовались Бешеным успехом У женщин Это соответствует Действительности Ну То что касается Во-первых Ну все-таки понятно Что такое любвеобильное То есть что Вот прямо вот Бесконечно влюблялся Что ли Я точно могу сказать Что число женщин В которых я любил И люблю Да По-настоящему Совпадало с числом жен Не больше Ну Не больше Чуть-чуть отличается От числа Раз Который я Женился Да Вообще Я Опять С одной стороны Есть такая Христианская история Да Которая Мне очень Для меня Абсолютно важна Да Действительно Я Я очень долго Кстати думал Что все-таки Важнее Любовь или Свобода Свобода или Любовь И Когда я Прочитал Улицкую Даниэль Штайн Переводчик Я Окончательно Наконец Нашел для себя Ответ То что Она там Есть герой Клавный Который Говорит Что А Меня Заинтересовало Я хотел понять Вот как раз Священник Вот мы веруем Него А во что же Он веровал Хороший вопрос Вопрос хороший И ответ на него Тоже понятно Он веровал В любовь Конечно Вот И И опять Вот То что Это так сильно У меня Да Я обязан Исключительно Своим родителям Да Я вырос Ну В Такой Любви Да Просто отца Было мало Время Он работал Действительно Тогда все Работали Я уже Днями И ночами Он Много времени Жили под Москвой Он Уходил В 6 часов Утра На завод Он был Главным инженером Кирпичных заводов Многих Подмосковье И приходил В 2 часа Ночи А Мать Все время Была со мной И я вам хочу Сказать Что когда я Женился Я женился Рано В 23 года Я не могу Уйти из дома Я плакал Я не хотел Я все время Жизнь прожил С ней Да И Но она Мне вот это Привела Да К сожалению Я Вообще В этом смысле Совершенно Совершенно От нее Отличаюсь Я не дал Своим детям Возможность Вот это Вот этой любви Которую она Которую невозможно Объяснить Это можно только Каждый раз Вставать раньше Чем я Каждый раз Сложиться позже Чем я Ну и так далее И так далее Сколько у вас было жен У меня Ну реально Я вот развел Сейчас второй раз Да Но на самом деле Я 20 лет Живу с Леной Мы с ней Официально Не зарегистрированы У нас с ней Сложные отношения Вот и все То есть Женат был Два раза А на самом деле У меня Три жены Это правда Что со всеми Предыдущими женами Вы сохранили Очень хорошие отношения И даже Бывших женщин Называете настоящими Это правда Я дал как-то интервью Московскому Комсомольцы Когда меня спросили Просто про бывших Ваших жены Я сказал У меня бывших нет У меня все настоящие Что в женщинах Прежде всего Вас привлекает Какой она должна быть Ну мы о внешних качествах Конечно не говорим Конечно Это необходимо Но недостаточно Недостаточно Для меня главное В женщине Это моя мать То есть А моя мать Это значит ласка Я считаю Что для меня Самое главное Качество Которое делает Мне женщину Моей Женщины Это та Которая За которой Я все время Хочу подержаться Помните Как Станиславский Сказал Вообще По поводу любви Там есть Много разных Классных Совершенно формулировок Станиславский Когда какой-то актер Спросил Ну а как сыграть Вот любовную сцену Там да Заглянуть в глаза Он говорит Любовь Это желание Прикоснуться И это Абсолютная правда С моей точки зрения Вы сформулировали Для себя Что такое любовь Да Я для себя сформулировал Желание прикоснуться Нет Это проявление любви Да А Пелевин сказал Вообще Потрясающе Он сказал Что Любовь не имеет смысла Но придает смысл Всему остальному Ну просто потрясающе А я Для себя сформулировал А что же такое любовь Я для себя сформулировал Это дополнение До цельного Ух ты Чем на ваш взгляд На этом в своей жизни Я озабочен и так Чем на ваш взгляд Вы привлекали И привлекаете женщин Прежде всего Ну на самом деле Это абсолютно Неверно Что я Там Пользуюсь успехом У женщин Да Я Вот мой сын Ему 22 года Он Сваты и медали по конфу В Китае Да Фантастически играет на пианино И Внешность Голливудской звезды Да При этом Очень Скромный Даже не скромный А очень простой И И К сожалению Немножко депрессивный Да В отличие от меня Абсолютно Оптимист Вот он Я ему сказал Тема У тебя есть проблема В жизни Тебе не нужно Завоевывать женщин Они сами на тебя будут Вы считаете Это проблема Это проблема Колоссальная Потому что Меня Таким как я есть Делали Мои любимые женщины Которых я добивался Которых я добивался И это Воспитывает Волю Уверенность В себе Ну и так далее И так далее Это правда Что женщинам Вы писались Посвящали стихи Конечно Правда Как же Вы помните Какой-то Я помню Самое Я вот Цитировал Кстати Московский Самое лучшее Ну Как я считаю Самое лучшее Оно так называется Люблю Вдвоем Поймали Однажды Я Я Я Я Я Я Я Я Я Не Пытаюсь Соблазнить На Дну Ночь А я Хочу Ее Забрать Навсегда что он сказал друг но со мной больше не не говорил вы больше не встречались никогда нет вы ревнивы конечно да чем это выражается как это я вообще считаю что любовь вот по отношению к женщине это вот это я тоже так пытался для себя определить это когда-то одной мысли что она с кем-то тебе становится дурно это разведение и ревность до скольких лет на ваш взгляд человек может влюбляться мужчина я считаю что это вообще никакого отношения к возрасту не имеет потому что на самом деле к сожалению жили есть теория любви и к сожалению вот это фантастическая иррациональная история все больше и больше приобретает рациональное объяснение и в частности в этой теории говорится о том что любовь это такое особое состояние организма когда в кровь одновременно выделяется три типа гормонов неважно как и называть собой цензор но одарвин одновременно в кровь это вот почему это другой вопрос у него к сожалению к сожалению то что опять развеивает вот это божественность да божественность сохраняется замысла это происходит потому что подсознательно определяется носитель оптимального сочетания генов для поста для потомства как придумала она он как он придумал вот и и дальше вот эти вот гормоны есть люди у которых они уделяются много раз в течение жизни есть те у которых вообще никогда не выделяются счастливы среднего мужчины два-три раза за жизнь у женщины один-два раза в среднем дальше эти гормоны в среднем держатся 36 месяцев три года смотрите за это время ты успеваешь жениться или выйти замуж сделать потомстве раскается в этом не привычка до обязанности появляется привычка и так далее вот но есть люди у которых одержится 50 лет писали одно время буквально недавно что вы собираетесь жениться на модели натальи водяновой что это было смешно я ходя потому что водянов как мне говорили же тоже в лондоне и никогда в жизни не встречи и и и удивительным образом мне кто-то позвонил и сказал ты знаешь бурь будь любезней опровергай пожалуйста пускай ты поживешь немножко мы немножко попьем крови ну ладно я не буду ничего комментировать она тоже не комментировать мне тоже сказали не комментирует вас шестеро детей шестеро внуков и шестеро мальчики я представляю времени то нет а общаться с ними наверняка нужно и что делать ну просто поскольку все они здесь все все у меня только первая жена пока не пока не переехал вот мама служит во франции все остальные здесь но я общаюсь конечно мало может даже критически мало отсюда конечно есть проблема там своими детьми есть проблем но конечно чем старше они становятся в взаимоотношениях у нас тем меньше проблем вообще проблем конечно больше я на работают нет я не знаю гены лет но но мы в конечном счете близкие люди вот недавно вы отмечали 80 88 лет мая исполнилась 88 и она прилетела сюда и мы это редко в этом собрать все вместе шестеро детей шестеро внуков мама муж там одна дочери друзья близкие вы детям помогали прежде всего в получении образования или финансами тоже вот они просят мне нужно то то вы сразу даете или нет на самом деле пережил разные стадии отношение к деньгам и отношения деньги дети это очень интересная тема а это чрезвычайно интересная тема я все больше больше прихожу к выводу что конечно великие американские бизнесмены не дают детям ничего которые сейчас проводят компанию за отмену наследства как института за очень фундаментально ограничивают своих детей это абсолютно правильная история все дело в том что человечество достигло такого уровня на покрине вот западная цивилизация что все насущные проблемы они разрешим минимальными усилиями ввиду хлеб крыша одежда и поэтому не представляю что правильный подход еще сглопает значит это действовал я все более и более так это образование то есть вот дать вот это дать образование и пусти свободно потому что научить как жить невозможно просто невозможно это нужно только самому научиться проходить через стены да это никто не может кроме собственного опыта это правда что мама часто вам повторяет боря помирись с ловой говорит да боря помирись с маму не слушайте в этом вопросе это вообще все что говорит мама я очень серьезная просто но она она интересуется политик она кстати раньше меня освоил айпад она пишет мне и мэйлы там она в общем так вот она в этом современный человек чем нам но она но на 5 она 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 потрясающий человек поскольку у нее отсутствует несколько генов да мне это гена зависти никакого вообще вот просто вообще вот всегда счастливый человек всю жизнь счастливый человек жили в полуподвале был счастливы живет во дворце тоже счастливый да вот все всю жизнь так человек живет и и у нее нет гена мстительности вот она абсолютно поэтому она знает всю историю с путиным знает всю историю с обрамовичем там и так далее что знает что она существует у путин по существу меня несколько раз ссылался до убийства вот сюда в лондон в том числе да эта история тоже публичные спецслужбы в битании английские спецслужбы официально заявляли о том что и мама это знает и мама это знаю и все равно помирись а может поэтому я испугалась чем сегодня наполнен вот ваш день в лондоне чем вы занимаетесь преимущественно вот вы же видите чем наполнен он как плохо полупустой на половину полу держите бутылочку воды мне говорили вы бросили пить в лондоне до совсем я во-первых бросил курить я совсем не курю ну правда не курю последние полтора года но не ничего вообще ни одной я бросил я бросил вообще ничего очень редко это после года вообще ни капли я бросил не потому что у меня нет никакой зависимости да ну просто очень нравилось но я почувствовал одну важную вещь я почувствовал что происходит изменение сознания то есть мне стали приходить фантастические идеи в под шафе я стал записывать когда я трезвел и читал ничего себе до чего и поэтому а поскольку у меня невероятное количество энергии невероятное до сих пор я вижу просто это еще не видите потому что у меня был день рождения мама вот приезжала новый год и все-таки чуть-чуть я выпил на чуть-чуть а а вот я уже дожил такого состояния когда нельзя чуть-чуть нельзя нельзя чуть я то есть я в офиге ли себя чувствую я чувствую себя все равно не я не летаю атаки летаю предательств в вашей жизни было много твой просто просто не пить не пить не пить но есть одна особенность и никогда не придавали женщин вообще никогда это вам плюс это им плюс вы научились философски относиться к предательством а чем это отличается от от других военных действий от убийства например там или от попытки убийства от ранения там отличается просто душевная такая история до больше но она конечно имеет проекцию и на жизнь на что угодно какие-то более так сказать физически ощутимые но опять я еще раз говорю я уже вам сказал что я считаю что только ты сам виноват во всем просто во всем тотально до что вы думаете а путин что ли винил я себя или я сделал неверный выбор до что я абрамовича не виню это первая история первый важный тезис меня в которой я как с которым я живу и 2 важнейший все что я делаю в жизни и любой человек здесь не должно быть никаких иллюзий он делает себя просто есть те которые делают только для себя и они называются эгоистами есть те которые делают только для других и они называются тоже не называются то альтруисты совершенно верно ведь вот про таких я забыл называется вот все-таки эгоисты ближе к а все остальное а все остальное это это не что поэтому когда например родители говорят вот ты такой неблагодарный я тебе дал образование я там и так далее это абсолютно глупая история ты не ты не ему давал образование ты по-другому поступить не мог ты так делал не для него ты делал для себя но от этого доставалось ему да вот и все и я уверен что те которые там бросались на амбразуру да они делали это не для других они делали для себя не по-другому поступить не могли жить не смогли с тем что они не воспользовались тем чтобы спасти жизни других то продолжая разговор о предательстве вы сказали что плохо понимаете в людях скажите вы от каждого человека с кем работаете ожидаете того что он предаст наоборот я до сих пор считаю что никто меня не сможет предать я не делаю по-прежнему мои все близкие говорят что ты более идиот я увидел у вас на столе книгу воспоминания черчилля вы когда-нибудь теоретически мемуары напишите а я их опишу вы пишете пишу автобиография пишу ее не знаю сколько 15 побольше лет она никогда не будет опубликована при моей жизни называется она естественно люблю естественно каждая голова это женщина моей жизни под результатом моей под под проект под проекции ее и моей любви друг другу новейшая история в россии вот этот тот или иной период жизни да то есть вот когда там мне говорят боря ты переживаешь там вот мы какой-то по политике и по бизнес они абсолютно не понимаешь что в это время переживаешь совершенно по другому вопросу который основной да это мои чувства к женщине да все остальное так и поэтому не так легко живется поэтому сплю всегда хорошо если плохо только когда у меня вот в этом плане что-то не получается да а там экстрадиции политического убежища да это важно да я не хорохорюсь да это серьезно имиграция вообще тяжелая история особенно когда ты воюй с государством да я что в суде против рома абрамовича что ли воюет вся машина государства запущена но когда правильный приоритет нашей веры любовь а все остальное удивительно хорошо спится вы неоднократно заявляли что собираетесь вернуться в россию в лондоне неплохо у вас решены все вопросы как я понимаю никогда великобритания хотя говорят никогда не говори никогда но я думаю что не выдаст вас россии вас по-прежнему есть желание рано или поздно вернуться домой смотрите когда мы переехали сюда не после уехали по своей воле потому что я понял не был разговор с леной после очередного пусть вот как раз подводной лодки курс когда уже все стало ясно я сказал лен никаких проблем можем остаться я буду ну одним из самых близких к володе но я не могу влиять на ситуацию он настолько внутри своей системы настолько габи и вот это все да я пытался начать я с этим не ставлюсь он закончится его повесят на рее вы тогда сказали в 2000 году его повесят на рее у меня повесят видимо перед ним потому что скажут что ты его привел я от этого никогда не отмажусь поэтому лет у нас там есть выход уехать будет тяжело будет преследовать буду гнобить у нас есть шанс выжать а так шансы выжить нету я искренне считаю что будем повесить на рее вот то что он сейчас делает его повесить на рее а может ногами вверх не знаю ну вот самый худший сценарий который для себя придумал потом идет как не сюда и все рядом с ними и собственно вопрос возвращения в россию и поэтому я уехал не по своей воле я единственно считаю что никто не имеет права ограничивать мои передвижения по миру и уж тем более по политическим соображениям да там как бы они их не представляли иначе и уж тем более на родину да поэтому конечно я я не могу сказать что мне ностальгия что я вот завидаю без россии я умру там тогда но да я конечно скучаю вот я все много разговора включая больше по снегу вот но но и конечно я сразу вернусь как только я уже много раз как у меня перестанет приглашать генеральный прокурор да я думаю что вернусь очень скоро потому что какой бы режим него не появился после путину кто бы не пришел к власти непременно будут исполнены две вещи вот сто процентов первое это будет критерий на лояльность любому любого нового режима ходорковский а до лояльность будущему да неважно коммунисты красно-коричневые там никто не будет говорить о прошлом все будут вперед да это ходорковский и лебедев ну и другие политические исключены и на второй очереди мы стоим здесь в лондоне страдальцы иммигранты и конечно никто не сможет предоставить нашему возвращению потому что я знаю что большинство людей которые здесь не готовы не как бы не уехали из россии если понимали чтобы вот такой же суд как в англии никогда бы никто не уехал и мы готовы предстать перед любым судом в такой же степени независимо от политики как английский суд но в россии я хочу попросить у вас прощения за то что отняло у вас столько времени а я прошу извинения за поток сознания я получил огромное удовольствие спасибо вам я в конце напоследок хочу задать вам один вопрос только вы сегодня ощущаете себя счастливым человеком но я бесконечно счастье вообще всю свою жизнь в этом же это же есть генетический оптимист со счастьем все ясно расставаться все равно не хочется я вы знаете с вашего позволения еще один последний вопрос задам вам а в судьбу вы верите я абсолютно не мистификатор вообще-то не конспиролог но судьба я верю если верь более того я знаю просто свою судьбу то например главное главное так сказать теза в моей судьбе это не ничего не дается просто так риска такой анекдот евреям все дается тяжело но все ничего мне просто есть более того я получаю тогда когда я уже не хочу вот я устал до этот момент на возьми и уже не хочу но есть такое как бы не то что теория но такая как бы взгляд такой на жизнь что вот эти невероятные случайности которые случаются в жизни вероятнее совпадение вот я вам сказал о часах потрясающую историю это вот означает если они происходят этот невероятность невероятные вещи в своей жизни что ты это веки которые вы что идешь своей судьбой ты с ней сбился с пути это и есть те отметины которые свидетельствуют о том что ты не сбился у меня я вам сейчас расскажу одну историю только да то что их было много да и до сих пор они происходят больше значит меньше означает что я до сих пор иду как вот по своему кида эта история фантастическая на самом деле с моей точки с точки вероятность вероятности да и поэтому не жизненная но она реально она произошла сама это было по моему девяносто шестой девяносто седьмой год девяносто седьмой год по моему девяносто седьмой год и переход с 96 на 97 мне позвонили сих пор позвонил сказал борис обраны вот там звонили хотят предложить вам вступить в орден принять что вас хотят принять в орден святого константина это много разных было это ты шелухи граф и вдруг много книг много княгинь да князья и так далее так далее я сказал пошли там опять звонит опять предлагают я буду мы уже договорились и тут не звонит любимов который я очень уважаю юрий петрович или саша петрович саша тоже уважал юрий петрович и как борис я сам вот там члена творче и поверь мне это чистая история поэтому я тебя прошу что-то должно было быть как называется и награждение награждение это процедура вступление как называется в в сентябре потом ее переносят и в конечном счете назначает да там был у нас несколько человек в большом театре это все володя васильев организовал под его патронаж и вдруг назначает это на 23 января просто мой день рождения и конечно это абсолютно несвязанное событие до на три часа дня как сейчас запомнил я сижу себя в офисе появляется слава сурков с которым тогда совсем еще недавно были знакомы или послушай ты олигарх тебе дарить нечего и поэтому я подумал по простому я коллекционирую монеты и вот у меня двойник и вот тебе монета святого константина золотая монетка святого константина ну я просто рассказал славе историю что я вот через три часа их иду прямо вот туда и понимаю что я просто должен честно эту монетку передать в этот орден я просто исполняю функцию посредника я эту монетку отдаю 23 января день вот инаугурации проходит 10 лет и поменьше 10 лет и рождение у меня здесь уже приезжает ко мне игорь малышенко или больно чё тебе дарить я не знаю я подумал и дарит ровно такую же монетку которую я уже никому не передал ну как вот тут все это если как это может происходить то я не понимаю